будет Слава Гедич. Слава, может, для начала расскажешь, как ты вообще познакомился с CJ и немного про переезд в Германию. Так, хорошо, сейчас расскажу. В общем, с CJ я познакомился, наверное, 16-15 лет назад, еще в 14 лет. Как я познакомился с CJ? Познакомился 15 лет назад впервые. Мой друг показал, как он замоделил танк в программе 3D Компас чертежный. Ну и после этого я подумал, что тоже хочу моделить какие-то танки или еще что-то. Купил на рынке 3ds Max. Познакомился на версии 4 была. И начал посылать, пока показал 3D, как он замодел танк. Первый в программе 3D года. Вот я убил одни публики, потому что так много было информации в интернете по поводу танка, 3D, еще что-то. То есть все приходилось убил, убил. То есть на жилье, потому что не было информации в интернете. Интернета еще не было. Чертва была. И приходилось искать какие-то книги в магазинах, 3D. Первый в программе, во большей части ничего в России было. Не публики, в Саня, просто какие-то должности не было. Такие выступы, по сути, только первые годы. Все убил. То есть на жилье, потому что не жилье, потому что утром не было времени. Если нужно попробовать выключать интернета, то знаете, что вообще 모르ение которых это vs. ?! Они… Это для вашей частицы все что-то, наверное, сколько мы escolем. Слушай, а у тебя не включен на фоне стрим? У меня потому что ютуб был включен на это. Слушай, а у тебя не включен на фоне стрим? У тебя не включен на фоне стрим? Все просят заново или нет? А? Да-да, все лучше, давай, заново. Все просятся. Все заново? Окей. Вкратце. 14 лет начал заниматься 3D и первые пару лет пробовал найти какую-то информацию. Там особо не было ни в интернете, нигде и интернета особо не было. И через пару лет устроился в компанию, которая занималась интерьерами. в 16 лет сделал тестовое задание, диванчик. После этого диванчика компания согласилась меня взять и это была первая работа в 3D. Я занимался интерьерами на протяжении 3 месяцев и получал 2000 рублей в месяц. Моя зарплата была плохо. Ну, да, ничего хорошего, но в целом это был первый опыт, это было 15 лет назад в Омске. После трех месяцев работы на интерьерах я познакомился с отличными ребятами, которые показали мне какие-то фишки в 3D Max с освещением, там еще популярные были освещения там Final Gathering, Final Render, Brazil. V-Ray-то еще не появился к тому времени, по-моему, или только начал появляться. И, то есть, тогда я вообще занимался немножко другими. Я занимался тем, что изучал шейдеры, освещение, моделил в 3D Max. Вот. Через три месяца я уволился из этой компании, потому что нашел более оплачиваемую работу. Занимался какой-то ерундой, делал модельки самолетов. для сайтов, какие-то радиоящики еще, то есть это были какие-то презентации. И вот для этих презентаций я делал вот эти трехмерные модели. Проработав, наверное, полгода, я уволился и пошел в компанию, которая… нет, я не уволился. Я, на самом деле, начал параллельно еще фрилансить на TimeZero. Это компания, которая делала игру TimeZero. Сейчас она принадлежит Mail.ru. Тогда это была независимая студия. И на нее я проработал, наверное, еще год. Но параллельно с… Параллельно на двух работах я проработал, наверное, два месяца. Я уволился с предыдущей, потому что это было очень тяжело. Я еще ходил в школу и работал на двух работах. Это была какая-то жесть. Я уже в школу даже перестал ходить. В общем, в одиннадцатый класс я провел практически только за работой, за 3D. То есть я был очень сильно этим увлечен. В общем, после проработал год на TimeZero и после этого решил, что надо как-то повышать свои навыки в плане арта. То есть учиться рисовать руками и пошел в институт. Немножко не ту профессию выбрал. Я пошел на дизайн костюма. То есть сейчас я понимаю, что лучше надо было идти просто на какой-нибудь творчество, на худограф или более специализированные профессии выбирать. Я взял дизайн костюма, потому что друзья, которые были на дизайне интерьеров, они тоже были в институте и тоже в успешных профессиях учились и посоветовали. В целом какие-то плюсы есть у дизайна костюма. Ты сейчас с появлением Марвела понимаешь, как нужно кроить одежду, как ее нужно делать. Но в целом, наверное, немножко была ошибкой. После этого работал в Арт-Востоке. Арт-Восток компания в Омске. Там мы делали Герой в пятых. Делали Prime World на него. УАЗ 4x4. Еще какие-то проекты. Много проектов, много закрывалось. Много заморожено было. Мы занимались аутсорсом на компании из Москвы. После я переехал сначала в Беларусь. В Беларуси немножко поработал. Потом переехал в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге работал… Я не знал про это. На Беларуси я работал на Discord Times. Небольшая игра. Она по типу героев. Выпущенная в студии. Хорошие рейтинги игры. Ее делали ребята около пяти лет. Я проработал там, наверное, с ними, не знаю, полгода. Год. Делая текстуры на аутсорсе сначала. Потом поехал к ним в компанию три месяца. А в Сферософте уже занимался тем, что работал на Star Wars World Republic. И потихоньку… И до этого я уже работал год лидом. У меня было время, когда я организовал небольшую команду, когда мы рисовали текстуры как раз на Discord Times. И уже с кроссофте после полгода работы меня назначили лидом на Star Wars. Дальше был лидом на Skyforge. После был лидом на Battle Cry. А потом я решил, что я устал от фокусорса. И хочу заниматься проектами, которые делаются внутри компании. Пошел в компанию. Там долго не смог проработать, потому что компания успешно закрылась. Через еще три месяца, как я там проработал. Какая сила компания, ты говоришь? Мэйдмилл. Это в Питере? Да, это в Питере компания. Мэйдмилл. Она делала копию доты еще одну. Два года уже делала ее. О боже мой. Ну, поработать было реально классно. Потому что наконец-то можно было поделать персонажей, поскульптить их. То есть это уже не лид-сорс, когда у тебя есть какие-то абсолютно ограниченные рамки. Ты уже участвуешь внутри команды. То есть ты уже разрабатываешь эти персонажи. Это получается такое другое ощущение от своих же моделей. И через полгода, через полгода, через четыре месяца случилось то, что закрыли компанию. Потому что поняли, что инвесторы поняли, что, наверное, не получится переплюнуть доту или заработать что-то. На тот момент как раз закрылась дота от EA. Еще какие-то доты позакрывались. Там было массовое закрытие этих дот. И я пошел в плейме на мобильный проект. Ой, Слава, а можешь подробнее подробнее, пожалуйста? Можешь подробнее подробнее рассказать, пожалуйста? В плейме. На самом деле это был для меня удивительный опыт. Потому что я никогда не работал на мобильных проектах до этого. И всегда мне казалось, что мобильные проекты – это что-то такое очень простое. Ну, то есть это не AAA никакой. Но в плейме, то есть пообщавшись с ребятами, они показали свои концерты, которые делают. И я понял, что выбираю между различными компаниями в Петербурге, от которых я мог получить работу, что плейме с их мобильным проектом – это было наиболее интересное предложение. То есть вот сейчас то, что вы видите на мониторе – это одна из моделей для этой мобильной игры. То есть по поводу скульпт – это реально можно было поскульптить каких-то интересных и сложных крич. Секунду, тормозит. Вот. Хотя проекты мобильные, но уровень скульпта был, ну, реально требования были высокие и было интересно поработать. А также нанимал к себе в команду ребят, с которыми было интересно работать. Вот тут Коля, Паша тоже. Мы вместе работали в одной команде. с Коля, с Коля, с Пашей, наверное, полгода, да? И тоже, я думаю, не скажут, что хоть проект мобильный, то уровень был там гораздо выше многих 3PLF по скульптингу. А там не было стабов, там все модельки были уникальные, под уникальную анимацию и было очень круто работать. Да, это реально был большой плюс, потому что, кстати, вы когда делаете на аутсерсе, очень часто бывает, что делается все под какой-то стаб, потому что есть стаб и есть анимации, и нужно забить в каком-нибудь MMO Project забить просто кучей моделей, кучей костюмов в этот проект. И там под этот стаб вы просто делаете еще следующий костюм, следующий костюм. И они... Что такое стаб? Это скелет. То есть какой-то готовый уже скелет с готовыми пропорциями, и вы под него все подгоняете. А здесь как раз была свобода, что можно было поскульптить, не учитывая никаких стабов и по клевым концертам. Вот, концепты... Да, все с нуля, из сферы, по-честному. Концепты делал Анатолий Левошко, наш арт-директор. То есть еще большой плюс то, что человек, который был арт-директором и руководителем проекта, то есть у него реально был хорошо развит вкус, и он как бы все это контролировал, учил. То есть какие-то моменты, которых у меня там не было, он там подсказывал, как скульптить какие-то мясные вещи. То есть почему сегодня в стриме вообще кто-то по зомби сказал. Скорее, это можно было назвать как-то крича, но я решил, что пускай будет зомби. Смысл сегодняшнего стрима я хотел показать, как скульптить персонажа, в котором какие-то сложные детали, комплексные, может быть, армор или еще что-то. И как, чтобы это не превратилось в кашу, а оставалось персонажем. То есть что нужно для этого, как нужно работать с общими, средними формами, с детализацией. Я потом покажу. Сейчас закончу просто. Флеми проработал год, получил массу опыта и удовольствия от проекта. И несмотря что это был мобильный проект, я был реально удивлен. После этого я поехал в Германию. Сейчас работаю в Good Games. Работаю опять на мобильном проекте. Здесь мобильный проект другого уровня. Это скорее стиль Лига Легенд. То есть модельки, 7-8 тысяч полигонов тоже. И текстуры хэндпэйнта. То есть практически спекуляры и каких-то шейдингов. То есть я не особо хорош в хэндпэйнте. Не то, что не особо хорош, я вообще не хорош в хэндпэйнте. Но для меня это реально опыт. Потому что мне нравится хэндпэйнт и я вот рисую его. Мне нравится развиваться в этом направлении. Потому что у меня этих скиллов нет. Слушай, а модель вот эта вышла, нет? В игру? Вот эта? Да, она вот вышла. Но такой есть минус, что проектом закрыли уже и нет еще. Нет, сейчас можно эту игру скачать, можно поиграть. Там есть эта моделька, но там минус в том, что там немножко... Ну, во-первых, мобильная игра, да? Там на маленьком экране все будет. И там немножко, пожалуйста, будет детализация. Но в целом... Я просто видосы смотрю. Найти не могу видосы с этой. Скелетиком. Монсерферд. Ну... Вообще она там должна быть. И... Так, может... Сейчас, секундочку, я вам просто покажу. Включу. Скриншоты еще из нашей игры. То есть, на самом деле, я не... У меня не было права показывать до релиза. Но вот сейчас стало можно. Сейчас покажу тоже скриншоты еще. То, что мы делали в плене. То, что я делал в плене. Сейчас. Окей, ладно. Пускай грузит пока. Ну, расскажи пока про Германию. Как работает? Германия... Ну... Как люди там... Хочется отметить, в первую очередь, в Германии то, что люди совершенно... В компании совершенно другое отношение к людям. То есть... У нас... То есть, такого, чтобы кто-то... Кого-то обидел или еще что-то сказал. Грубое, резкое. Тут вообще такого нет. Тут, если кто-то... Что-то кому-то, я не знаю... Кому-то скажет. Это будет, я не знаю... Сразу воспринято как какое-то... Ну, неподобающее поведение. В отличие, допустим, от наших российских компаний, где я виду всякое. Вот. И... Люди очень добрые, очень отзывчивые. То есть, начальники с начальством... Начальство тоже становится какой-то более... Оно всегда с вами. То есть, вы смотрите вместе фильмы, ходите вместе на тусовки. То есть, как-то все... Может быть, и только в этой компании так получилось. В компании «Племинг», я сейчас работаю. Тысяча триста человек. Очень много. Огромная компания. И... То есть, все очень дружные. То есть, какие-то барбекю постоянно жарят там. Есть бесплатные... Какие-то... Спортзалы, бесплатные. Есть бесплатные напитки после шести. После шести народ сидит, пиво пьет в кафе. То есть, там, пиво, напитки. Бесплатные. Погоди, чувак, а почему до шести платные? До шести надо работать. После шести можно... Слушай, а если все так друг с другом хорошо общаются... Всегда же есть в компании... Ну, вот я имею в виду, в рабочей обстановке всегда же есть такой человек, который... Да ладно, забью, не сделаю. У нас в России это... Это сладко. Решается только... Решается только, как бы, прямым наказанием в лицо. Ну, то есть, либо деньгами, либо орет начальник на него. Вот. А как там это все дело решается? Ну, здесь... Здесь идет постоянно обсуждение какое-то. Здесь такого не будет, что вот кто-то, если не хочет работать, с ним начнет беседовать. Потом какие-то митинги. Причем, допустим, ты каждый день приходишь на работу и с утра до того, как ты начнешь работать, ты начинаешь рассказывать, что ты делал вчера и что ты будешь делать сегодня. То есть, ты просто не сможешь сидеть и ничего не делать. Потому что... Или прийти на каждый день приходить и говорить, что я ничего не делаю и ничего не сделаю. То есть, ты здесь... Нет, я не говорю ничего не делать. Я имею в виду... Ну, как бы... Тебе говорят, сделай это и это, а ты это сделал, но так сделал хреново. Что, ну, как бы... Докопаться, в принципе, не на чего. То есть, ты за это выполнил, но визуально все сделано очень хреново. То есть, такие люди, которые как бы пришли кнопку давить чисто. Ну, вот тут опять, тут скорее будут какие-то пытаться тренинги проводить, какие-то уроки для него. То есть, будут всячески пытаться помочь ему. То есть, никто пинать не будет, но будет всячески искать пути решения проблемы. Если, ну, не найдется, то, наверное, там идет... В любом случае идет тестовый период на 6 месяцев. В течение 6 месяцев тебя могут увольтить, если ты не соответствуешь уровню. Но пинать тебя точно никто не будет. Будут стараться только помочь. Если у тебя не получается или ты не хочешь, скорее всего... Ну, наверное, как бы... Не знаю. Не знаю, что будет. Я, как бы, еще не раз увидел, чтобы людей увольняли. Стараются на другой проект перевести или еще, если у человека... Ну, не хочется человек работать на этом проекте, но... Не раз увидел, чтобы кого-то увольняли. Вот. Родителей на работу вызовут. Родители. Вот модель... А? Моделька... Расскажи, да, про эту модельку. Да. Вот тоже модель, которую делал в плэме. Тоже мобильный проект. Все. А скульпт. Ну, то есть, на хорошем таком уровне. То есть, реально приходится покачаться. И... Далее вот я буду скульптить. Хочу вот затронуть этот момент. То есть, по поводу средних форм. То есть, сделать кучу деталей, чтобы это оставалось персонажем, а не превращалось в какую-то качу. Так, сейчас еще покажу. Так, сейчас еще покажу. Вот это. И по поводу Германии. Ну, приятная вещь. Очень приятная. Это автобусы. Они реально ходят по расписанию. То есть, такого, чтобы ты опоздал на работу и сказал, что я не знаю там, вина всему там. Автобус не пришел или еще? Ну, вряд ли. Потому что здесь висят электронные табло. И ты постоянно видишь. То есть, постоянно все по расписанию. Минуту в минуту все приходит. И ты, прежде чем выйти куда-то, ты смотришь в интернете. Дорогу до своей работы. И смотришь, в какое время тебе лучше выйти. И на какие другие автобусы в какое время пересесть. То есть, по поводу транспорта. Все очень хорошо работает. Вот крича, это лоукольная моделька. Тоже по поводу нашего монстрика. Три с половиной тысячи полигонов. Опять же, на этом проекте мне повезло поработать с каким-то анатомией. То есть, мясной анатомией, с этими складочками, мышцами. Потому что крич монстров любили. И надо было это делать не декоративно. А ты не текстуришь, я так понял, да? На этом проекте я не текстурил. У нас там было четкое разделение на текстурировщиков и моделлеров. То есть, на этом проекте нет. Но вообще, да, текстурил. Обычно. Когда дают. Сейчас еще покажу модельку. Это лоукольный тоже, 7000 полигонов. Вампир. Сейчас еще. Хорошо. 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 Где-то фактурки немножко преувеличены. Потому что это мобильный проект. И на то, чтобы было видно. Детализацию. Так. Вот тоже модель. Кстати. Ты, кстати, тоже можешь на разрешенную выкладывать. Да. Она есть в игре. Прикольно выглядит. Я хочу все это просто отрендерить красиво. Вот это рендер из Unity. То есть, еще сложность работы на нашем мобильном проекте была в том, что как сделать на Unity. На старой версии Unity. Это буквально у тебя есть Specular Diffuse. Стандартный шейдер, который у тебя есть в Vax. Буквально то же самое. Как сделать красивую модель. Как я сделал красивую. То есть, и мы вместе находили байплайн. Вместе находили как работать со Specular, с Diffuse, чтобы это смотрелось и реалистично. Ну, то есть, в плане… Да, это не самая реалистичная VBR модель. Но мы пытались имитировать PBR на старых шейдерах. За счет того, что мы работали… Допустим, Diffuse, он был, в принципе, довольно флэтовый, как в PBR. Но за счет Specular, Glossiness мы пытались найти решение, чтобы придать больший объем модели. Чтобы ты не смотрелся, как просто плоская текстура. Ну и PBR, мне кажется, мы нашли неплохие решения. Покажу еще с краншоты. Слав, тут народ все уже пиковые свое достиг количество, уже в минус начал идти. Мы что-нибудь начнем делать скульптить. Скульптить? Да, хорошо. Все, тогда… Я напоминаю, что еще линч сегодня будет. Вот. Я ссылку кидаю в группу. К первой записи прикрепляйте свои иллюстрации, изображения, которые хотите, чтобы линчевали. В общем, сегодня хотел разобрать на модели в зомби про скульпт. То есть, я немножко уже поскульптил сегодня, начал, чтобы разобрать самое интересное. То есть, за основу взял концерт модуль R и… Сейчас попробую. Это из Варкрафта, да? Нет, по-моему… Хотя я не знаю. Да, по-моему, из Варкрафта. Это Гуль называется концерт Гуль. По-моему, из Вовки, из этого. Ну, в общем, да. По поводу моделинга, то, когда моделью, я практически всегда… Есть, которые используют, play build up и flat. То есть, я практически никогда не стараюсь не смузить, особенно на начальных этапах. То есть, потому что смуз кидает форму, и он работает очень автоматически, его сложно контролировать. Другое дело, флэттен – кисточка. То есть, она позволяет ей найти какие-то правильные плоскости на модели. То есть, сначала там что-то накидал клейблдапом, потом прошел со флэттеном. И таким образом сюда ее основал. Если нужно добавить какие-то элементы, то зачастую всегда делаю маски на объекте. И нажимаю «Экспорт». Получаю новый сахтул. Слава, тут народ интересует, сколько ты тратил на персонажа в племе времени, сколько уходило дней, недель. Примерно каждый персонаж занимал месяц. То есть, от трех до четырех недель. То есть, если там маленький был персонаж, то он был попроще, полегче. Но я еще занимался тем, что я был ледом, и периодически больше времени уходил. Не больше времени, но треть времени сзади могло спокойно уйти на какую-то, не знаю, помощь ребятам. Ответ на вопрос. А сколько уходило на время от начала скульпта до конца скульпта именно? То есть, не учитывая ребяток, развертку, затыкать? На скульпт? На скульпт, конкретно. Ну вот в среднем, если в часах, то у меня всегда уходит примерно недели-две. То есть, я не знаю, наверное, это не супер быстро, но это мой стандартный срок – две недели скульчу обычно. Сложно кричу. А с каким примерно промежутком ты к леду обращаешься за этими заправками? Тут, получается, наверное, первый этап – это когда здесь какая-то базовая форма. То есть, я использую базовую форму, и после этого по пропорциям спрашиваю, чтобы все было окей, чтобы потом не переделывать. Дальше уже просто начинаю скульптить, и тут, скорее, уже там получалось арт-директор наш. Он, когда ему хотелось, он подходил, поправлял. То есть, когда вопросы возникали, как лучше сделать. То есть, я точно не скажу, но, наверное, по мере возникновения вопросов. Ну, то есть, каждый день грубое. Ну, наверное, да. – Да. – Это ты сейчас, что будешь делать? – Дело, значит, пытаюсь сделать еще такой момент по релаксу. Если кто-то не знает, может… Если вы релаксите, вы зажимаете shift, вы имеете… То есть, у вас вот такой сейчас, который съедает форму. Если вы зажимаете shift, потом вы отпускаете, то модель старается остаться того же самого объема, но со смузицей. То есть, это немножко другой релакс, но чаще, наверное, пользуюсь, чем обычно. Ну, и как ты в Германии? Пока что не думаешь, чтобы обращаться? Все нравится? Здорово? – Ну, пока все здорово, прожил 4 месяца и не знаю даже. То есть, скучаю по русскому языку, потому что русский язык, на самом деле, гораздо более… Хотя я здесь не разговариваю на немецком, я разговариваю именно на английском языке. И английский – он такой просто язык для бизнеса. Он такой, как конструктор лего. То есть, в нем он абсолютно бездушевный и простой в этом плане. У него реально не хватает русского языка с какими-то… В русском языке очень классно то, что можно построить смысл слова, только изменив его окончания. Да, в английском можно тоже, но в английском все равно по-другому работает. И в русском… В русском даже шутки, и даже то, как ты скажешь слово, как изменившего окончания, ты имеешь… У тебя получается другой какой-то смысл этого слова. И вот этого реально не хватает в Германии. Хотя немцы говорят вроде немецкий язык тоже более глубокий и более интересный, чем английский. Более сложный. Ну а много там русских с тобой работает? В русских… В компаниях вообще. У нас работает один еще… В компании я точно не знаю, что компания слишком большая, но на проекте работает еще один русский чувак. И работают два с Украины. Хотя один с Украины, он с Ирака, но жил на Украине месяцем 9 лет. Вот. По поводу еще вот из культуры. То есть, когда у вас есть какие-то такие элементы между мясом и кожей, зачастую я разделяю на разные саптулы, чтобы проще было контролировать переход. Вот. Еще очень важно… Очень важно знать анатомию. Хотя бы немножко… Очень полезные книги. Это уже говорили не раз там. Анатомия фоскультерс. Еще на 3D Total сейчас появились очень классные модели. Фигуры. Их можно купить. Они стоят, в принципе, не так дорого для того, чтобы получить. То есть, это фигурки сантиметров 20, наверное, высотой. Мужчина, женщина. Есть с мышцами, есть с кожей, есть просто флетовая анатомия на работе. Сейчас на такие купили. Советы, потому что реально очень круто. У тебя, по-моему, тоже есть такая. Алёля? По-моему, в этот, в районе, что около от 100 до 600 стоит. Да, 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 там. Доллар. Позволить себе можно. Такие там штраки. сканы тоже. Покупать, смотреть. 3D тискан тоже полезно, потому что не всегда по книжке. Там можно расследить во всех ракурсах. Вот. И не всегда можно там, не знаю, найти референс или пойти куда-то в какую-то лабораторию и найти обрубовки там анатомии. Окей. А вот спрашивают по поводу образования, помогло ли тебе образование дизайнера одежды как-то в дальнейшем? Да, но помогает вот в плане того, когда я начинаю делать костюмы, там какие-то персонажи с гармонтами, и они в костюмах реально помогают. Я знаю, как оно кроится и знаю, как сделать одежду более естественной, более реалистичной. Потому что часто замечают то, что люди начинают скультить одежду и делают реально неправильные в местах швы, неправильно делают складки в том плане, что могут их сделать либо много, часто делают очень много складок, причем лишних, только потому что им кажется, что в этом месте было бы клево, там добавить складочек, потому что детализация. Но если вы представите, что этот рукав там развернете потом на плоскость, то вы поймете, что так быть не может из-за того, что это какой-то мешок должен быть, а не там рубашка или не рукав, чтобы иметь столько складок в этом месте. То есть реально очень много лишнего не доделают, потому что не понимают, как одежда кроится. что ты можешь сказать людям, которые только начинают, то есть на какие ты ошибки совершал и что ты можешь сказать, не делайте. Могу сказать, что очень важный момент, очень часто люди путают, в тот момент, что типа считают, что если говорить что-то твоей работой говно там каждый раз, ну прямо, извините, так грубо выражаясь, но очень часто многие так, да, я там хрен наделал, типа, и все, типа, значит, я типа от этого в следующий раз сделаю лучше, потому что я очень хорошо там, потому что я критикую, не знаю, свое творчество, но как мне кажется, реально надо не просто критиковать, а уметь грамотно анализировать, что так, что не так и сравнить с другими работами. то есть просто, просто говорить о работе в каком-то плохом смысле, это можно, но это не принесет никакого результата, то есть нужно постоянно реально с холодным таким отношением смотреть на свою работу, проводить анализ, делать выводы, спрашивать других, слушать советы, то есть это, что касается меня, потому что я иногда думал, что, как вот правильно себе под нашим, часто очень слышишь, что крутой художник не любит свою работу, мне кажется не в том, что не любит, а немножко по-другому, это немножко другое, то есть по-другому немножко выражается. И что еще для новичков, наверное, нужно выбрать для себя стиль, в котором вы хотите работать, то есть выбрать, допустим, какое-то направление, вот сейчас я просто смотрю, и надо поражать, как вот 2D-шники там, и буквально там по лет 20-19, они реально так классно фигачат уже свой 2D, потому что они, допустим, выбрали для себя стиль какой-нибудь Владверна, вот я посоветил с Степаном, парня зовут, ему реально так много лет, а на стэшене аварты собирает, выбрал для себя стиль и делает в нем, и выглядит реально очень круто, то есть сейчас примером стало настолько много классных, то есть не как там 10 лет назад, когда приходилось еще поискать, в общем, выбирайте для себя какой-нибудь стиль, в котором хотите развиваться и пушьте его, то есть мне кажется, вот это очень хороший подход. А какой у тебя любимый стиль? Вот тут вопрос, потому что я люблю иногда и реалистичных крич поскульптить, иногда люблю и стилизованных с скандпейнтом, поэтому, короче, у меня все проблематично с этим делом, то есть для того, чтобы получить какие-то первые аварты в реалистичных кричах, это реально было тяжело, потому что я тут, то есть у меня не было никогда, и я 15 или 16 уже там делаю, 15 получается, занимаюсь 3D, и очень долго шел до каких-то хороших, неплохих результатов, то есть я к тому, что лучше сразу определиться со стилем и начать уже в нем фигачить. 15 лет, я только не живу, блин. А сколько тебе сейчас лет-то, 40 что ли? Ну, сейчас 29. Ну, сейчас гораздо больше, мне кажется, примеров в интернете, каких-то картинок, то есть если посмотреть даже галереи, 10 лет назад это гораздо более убого выглядит, чем то, что можно сейчас найти. Это, да, качественно меняется. Качественно, да, дизайн тоже меняется. А, и еще очень важно, мне кажется, момент, то, что никогда не стоит думать, что все, я там уже сделал что-то и прекращать там делать для себя какие-то модели, потому что некогда начинается вот эта тема, то что, не знаю, попали они в какую-то компанию, прекратили делать для себя модели, и их рост начинает резко замедляться. То есть я в том плане, когда человек перестает расти, ты постоянно, когда делаешь для себя, постоянно растешь, и постоянно этим заинтересован. То есть чтобы это не превращалось из хобби в какое-то просто зарабатывание денег такой. Ну, то есть чтобы, не знаю, там, создание разверток, где тебе не начинало приносить удовольствие. То есть чтобы всегда что-то новое ты хотел искать, раскачиваться, делать. Главное, чтобы время было после работы. На самом деле я посмотрел, сколько у меня часов проиграно в доту и после работы. Реально, время есть. Просто зачастую, но тратится... А прикинь, чувак, у тебя были бы еще дети. Ну, вот это... Поэтому мне... Наверное, забивал бы. Нет, он бы с ними в доту играл бы. Кстати, во что сейчас играешь вообще? Во что хочешь поиграть? Кроме доты. Сейчас в Helldivers начали с друзьями играть. В Helldivers? Давай быстрее далиблю и будем играть. Да. Это, короче, от разработчиков этого. Магики. Ммм, такая... Вид сверху там, типа коопчик. Ну, вообще забавно. Там... Вся фишка во Френдлифайле. Да, да, да. То есть, своих рубишь быстрей, чем монстров. И вот я не знаю, как с Славиком играть, конечно. Ну... Окей. Ну... Ага. Надо еще вот этот Alien Nation погомать. Такая тоже прикольная. Слава, расскажи, пожалуйста, про общие и средние формы. Вот сейчас ты над чем работаешь конкретно? Да. Вот такой момент, что... То есть, когда уже начинаются средние формы, когда вот что? Последний процесс как? Да. Вот такой момент, что очень важно. Ты, когда начинаешь... Когда скультишь кричу, ты должен всегда понимать, что вот с такого вот расстояния, то есть вот с такого, ты все равно можешь читать эти формы, чтобы это... Чтобы у тебя была композиция между глубокими какими-то углублениями, да? Какими-то выступающими питаниями. Чтобы... Как вот... Для меня всегда проще всего это сравнить с персонажами из мобо-игр. То есть, ты смотришь на персонажа, и вот в таком ракурсе он все равно читабельный. Если срабатывает, то, скорее всего, ты сделал хорошие, правильные, средние формы. То есть... Тут... Это очень сложная, на самом деле, конструкция. Тебе нужно постоянно думать об этих этажах. То есть, самый верхний этаж — это общие формы. Ты должен понимать, что на общих формах, там, у тебя есть хороший, интересный силуэт. Допустим, вот как... Там, правильная анатомия у него где-то имеется. То есть, вот сейчас я люблю кричу, да, анатомия иногда может мутировать, да, понимать, что ты любишь какого-то мутанта, не... там, не настоящего, там, человека. Но... Все равно, все равно ты должен знать анатомию, потому что тебе проще, проще с ней, получается, экспериментировать. И на общих формах, знаю анатомию, ты делаешь силуэт. На среднем ты делаешь какие-то ключицы, не знаю, там, бицепсы. И, опять, ты понимаешь, как это работает. Ты делаешь их наиболее правильной формы, но более естественно смотрится более убедительно, потому что, если это не соблюдать, то, скорее всего, получится ерунда. И уже дальше, только когда ты уже сделал хорошие средней формы, хорошие, общие формы, ты переходишь к деталям. То есть не стоит сразу углубляться в детали. Я еще покажу, какую детали люблю. Sorry, немножко сложно и говорить, и лепить я люблю. У меня, чувак, для тебя в фидбэке, кстати, есть. Да, давай. Родились. Yes. Друзья, надо, кстати, этот, относительно средний форм, короче, градацию между объемами еще сделать, как бы еще, короче, кардинальней. Ну, у тебя, видишь, трапеции, похожи по отношению, по размерам на плечи, а плечи на грудь. И вот все это создает, знаешь, вот эта все, похожесть вот этих. Сделаем мы узкую грудь и огромные трапеции, самые большие. И это будет, ну, короче, динамика, мафака. Окей. Вот. Спасибо, Макс. Сейчас. Ну, нет, может, как ты меня нахер посла, конечно. Не-не-не-не. Попробуем как-то их раздуть. Мутирует просто. Не-не, вот знаешь, еще чувак, смотри, смотри, ты, блин, самое главное не сказал про силуэт. Вот, 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 нажми на, какая там, В кнопочка, да, силуэт отображает? В? Ну, или какая там, по-моему, на, по-моему, на Ви. Я точно не помню, давно в зебре не был. Ага. Ну, нажми на В чисто, ну, вот эта, вендетта, пятерочка. По-моему, это кнопка. Ну, она просто красит в черный цвет. Ну, фига не работает? Она просто красит в черный цвет. И все. А, ну, я всегда, короче, пользовался, типа, чтобы шею посмотреть, потому что, видишь, у тебя, как бы, вот у тебя идет трапеция та же самая, плечо, и вот этот надутый трицепс, короче, вообще такой опасный. Угу. Вот, надо как-то, знаешь, короче, тоже, у тебя есть, как динамика относительно средних форм, так же и динамика, короче, на силуэте. Чтобы у тебя ординарности не было, знаешь, у тебя идет такая дуга, такая дуга, такая дуга. Знаешь, он дутый получается, как червяк, короче, такой. Угу. Угу. Вот, надо как-то... А, нет, погоди, я знаю, как круто будет. Короче, дайте я что-то сделаю. Окей. Вот так вот. Вот, нет, нет, поверни. Так. Поверни мы прямо вот, чтобы он свои хари на меня снять. Во, вот, отлично. Надо суперпиксельно. Сейчас, сейчас, сейчас. А то я просто за куличом ходил, ты расслабился, короче. Я тебе сейчас сделаю фидбэш. Окей. Сейчас будет у тебя продуктивный скульпт. Ха-ха. Я тоже по мадурере это вообще так и угораю. Иногда, вечерами. Я, на самом деле, вот это, вот здесь я, ну, я не знаю, как вот с этим работать. Ну, когда я пытаюсь сделать дырку какую-нибудь, в... в динамэше. Я просто вот так вот делаю, то есть пытаюсь слепить две стороны, как можно ближе. Получаю дырку. Да то я, чувак, можно, короче. Вырезать. Булины. Сейчас, погоди, я пружую. Сейчас я пружую. Ну, да, я можно просто через нецеркнешь. Слава спрашивает, как ты... Спрашивает, как ты хардсурфейс делаешь. Ну, то есть в зебре или там в каких-то аналогичных пакетах. Ну, здесь такой момент, что я, как бы, не там, не хардсурфейс моделер. Слава не умеет делать хардсурфейс. Ну, да, скорее. Ну, то есть там броню тоже или еще что-нибудь. Все делаю в зебре. Все делаю через, как показало, то, что экстракты делают нам в десна. То есть тоже сейчас я создам тоже еще кусочек брони. А, сейчас, давайте создам, так, секундочку. У меня просто корректы на другом мониторе. Вот это дело. То есть вот Пол Ричардсон с его darksiders. Сейчас какой-нибудь участок брони возьму. Чтобы не сильно сложно было. Окей, вот этот возьму участок брони. Попробую сейчас тоже покажу. Так. И вот, да, такой вопрос. Как ты работаешь с концептами? То есть ты работаешь по какому-то строгому одному, ну, естественно, для себя, по какому-то строгому одному концепту или это солянка какая-то, сборная между там разными художниками и разными стилями? Ну, вообще, блин, вначале я часто очень собираю очень большой щит из этих, из различных концептов. То есть, накидом, то есть, такой, как, идет поиск просто идей. Может быть, там, я не знаю, там, полсотни картинок, различных сотни. И пытаюсь анализировать, как мне это все собрать в кучу, чтобы найти. То есть, какие-то пытаюсь свои идеи принести. Иногда это даже бывает, как вот было с охотниками строениями, делал Бентмана. То есть, допустим, искал на сайтах одежды различные крутые шмотки, типа курток, вот этих к affliction, чтобы создать какой-то крутой образ персонажа. То есть, это был не концептов в North Station и никаких других работ, это был поиск. просто такой рисочек классной одежды. То есть, немножко из другой отрасли, но много-много-много всего накидываю и стараюсь потом соединить воедино. Как делаю хардсофис? Ну, вот примерно вот так я его и делаю, то что… Сейчас заэкструдил что-то. Сейчас очень плотно, неудобно. Есть у тебя какие-то приоритетные художники, то есть, кто тебе нравится, может, вдохновляет тебя кто-нибудь? Приоритетные, то это Джо Мадурера, реально очень нравится его работа, потому что у него очень классная работа идет, опять же, на средних, на общих формах. То есть, у него шейпы настолько хорошо читабельные, то есть, ты смотришь и узнаешь сразу, они очень выразительные. Пол Ричардсон тоже похож на Мадурера в этом стиле, они вместе работали с Драксайдерсом. В последнем, там, не знаю, года два, то есть, для меня это фавориты такие в плане концепт-дизайна какого-то шейпов. Вот, хотя обычная модель, я все равно делаю более какие-то реалистичные шейпы, когда для себя на работе вот делаю, там более, опять же, Мадуреровские пытаюсь создать шейпы. Вот, из русских художников, то тут, на самом деле, очень много, и причем, появляются вот новые ребята, которые прям, говорю, молодые, там, по 20 лет, а уже фигачат. Хочется тоже начать фигачивать с воды, потому что в 3D ты еще так долго, что за что ты не любишь 3D. B, H, это вот H Polish, там, то есть, это опять же не назовешь таким хардсофисом, как хардсофис, который используется, там, не знаю, для Call of Duty последний, то есть, такой большой. еще модель Лиза, ну, когда на конкурс, в 2014 году, там тоже было много какого-то хардсофис такого типа доспехов и всего остального. В принципе, там весь пайплайн, как я делал, и, в принципе, также продолжаю делать сейчас, все это записал. А вот, может, у тебя изменился пайплайн с этого времени, и, может, тоже поподробнее про него расскажи. Вот, скорее, он даже дополнился какими-то моментами, потому что в племе приходилось купить кричь, всякое мясо, то есть, я сейчас секундочку вот полюблю сейчас хардсофис, покажу потом, как люблю детали на мясе, то есть, тоже важный момент, как-то не делать декоративно, а делать более естественно. Ну, в целом, пайплайн остался тот же самый, на самом деле. Я просто беру шейп, собрал его там в какую-то форму, привел, дальше беру, делаю маску, делаю экстракт, делаю экстракт и все, работаю со следующим шейпом, то есть, ничего так и не поменялось, на самом деле, только дополнилось. Заремешек пробовал, да, немножко может поменялся из-за заремешек, потому что некой ты формы начал уже не экстрактом делать, а заремешек, стало удобнее. То есть, я не скажу, что я там как-то в нем прям что-то суперское делаю, но какие-то самые простейшие какие-то формы, не знаю, кубические, цилиндрические, которые надо там засплетить, какие-нибудь кризы провести, потому что раньше кризи было так муторно и так неудобно делать из-браша. То есть, ты все-таки отдаешь предпочтение Z-моделлеру, когда он повелся? Я не могу сказать, что отдаю, потому что я им почти не пользуюсь, но он реально удобный, чтобы сделать какие-то простейшие вещи, которых раньше не хватало, допустим, тебе нужно дорезать геометрию, засплетить ее или кризи сделать в другом месте. И это было так неудобно раньше. А сейчас, то есть, я пользовался кризами. То есть, раньше же кризи Z-моделлера, они настраивались, сейчас покажу, вот этими ползунками. И это реально было кошмар какой-то. Что-то на блоке геометрию скрывать, раскрывать, находить угол, на который делается криз. А теперь можно кризи делать за счет Z-моделлера. То есть, я не моделью в нем там танки или какое-то оружие, но постоянно пользуюсь здесь, когда делаю какой-то хартифист, если понимать, что надо что-то там добавить, исправить. А, да, использую его. Может быть, у тебя есть какой-то проект мечты? То есть, что там хочешь сделать? Доту, например, еще что-нибудь. Проект мечты? Ну, очень сложно сказать. Может, в кино хотел попробовать? Никогда не думал в кино. Посниматься. Никогда не думал в кино по работе, потому что там уже больше, мне кажется, уходит на шейдеры, на какое-то освещение. Я не знаю, мне кажется, там не настолько, не настолько много работы. Может, я ошибаюсь, но настолько много работы с персонажами, с характерами, с какими-то крипами. Блин, там идет же все равно работа с персонажами, там реалистичные персонажи. А мне, может быть, иногда нравится какие-то делать стилизованные, как вот в Darksiders, как вот я сейчас на работе делаю. То есть, там же, наверное, тоже строки разные. То есть, там, наверное, по полгода, я не знаю, сколько в кино делать. Там, наверное, дольше все равно делаются персонажи, чем здесь. То есть, здесь за месяц получил персонажи, там, начал делать следующее. Ты иногда, тебе не надо, там, париться за счет его какой-то детализации, там, супер мелкой, там, как в кино, наверное, там. Я слышал, там, прежде чем создать какие-то поры, там, на лице или еще, они их не скультят, а сразу продумывают в пайплане, что лучше на будущее сделать будет в море эти все поры или еще. То есть, мне вот эта техническая часть, которая там присутствует, отличительная от игр, мне не нравится. мне нравится просто создавать персонажей изображен. Ну, так, есть какая-то игра или серия игр, для которых ты бы хотел персонажки сделать? Ну, может быть. Это, кстати, моя любимая игра, но которую, наверное, персонажи бы не хотел делать, потому что это просто реалистичное шматье, скучное. мне кажется, кричи там не так много. То есть, там были какие-то, не знаю, я очень люблю играть, но не работает. Наверное, наверное, что-то вроде Last of Thrones, потому что там есть кричи. Ферма, наверное, чувак. Ферма, да. Я перешел в мобильный рынок, теперь буду замазать ферму. Может, Dark Souls тогда, если уж такой крич-мастер. Dark Souls, да, он больше похож на то, что мы делаем. Таких-то прям уродов. Что же еще тут такое-то есть? Наверное, все же ближе к Asta Fasa. Когда есть это и кричи, и они вроде персонажи. То есть, не назовешь там персонажи реалистичными, они все равно немного стилизованы. Наверное, да, Last of Thrones был бы про это мечтей, но что-то из этого стиля. Ну, там очень сильные скульпторы работали над ней. Да, я там видел саналов. Там, там, просто психи как-то работали. Я виду G-Saiho. Художница саналов, по-моему, так ее зовут. Она была крутой еще до того момента, когда он, 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 я начал еще в 3D заниматься. И я, напомню, там сейчас работает. Она или Корея, или Титая, не знаю, азиатка. Очень крутые работы были уже лет 15 назад. И вот она тоже, да, на персонажах там сидит. Он сидит, наверное, сидит на персонажах. Одежду ты все-таки предпочитаешь скульптить или как-то симулировать? Предпочитаю больше того, что я делал. Я никогда не делал полностью костюмы, которые засимулировал. То есть, чтобы там была полноценная шмотка. Потому что, когда появился Марвелс, я перестал скульптить шмотки. Я перешел на другие проекты, где начал скульптить Крив. Вот. До этого я всегда скульптил того же Вентона, охоте по заповедениям. Это все было заскульптено вручную. То есть, с кроссовки до этого скульптили все. А Star Wars все скульптили. Поэтому я, короче, сложно очень сказать. Предпочитаю Марвеллс теперь. Но умею только скульптить хорошо в смысле одежду в Марвеллсе. Какие-то отдельные элементы одежды я собирал в Марвеллсе, но отдельные элементы это не считается. Расскажи подробнее про то, как ты попал в Good Games. То есть, сколько было собеседования, тестовых заданий. Окей. На самом деле, было довольно долгое время, продолжительное. Мы собеседовались с ними. Потому что... То есть, там вот, сначала показали... Проект только начался. Сначала показывали продюсера. Потом там еще нанимали арт-директоров. Потом еще арт-директор показали. И, в общем, это заняло... Сначала мне порекомендовал чувак, который у нас работал, порекомендовал меня в Good Games. Потому что ему предложили работу. А он спросил меня. Я согласился. Он меня порекомендовал. Через пару недель мне написали. И я начал переписку. Типа, что да, неплохо было бы переехать, поработать у вас. Все в этом духе. Вот. Они... В общем... Раз, может быть, там, в неделю отвечали. Потому что тоже, как понял. Проект начинался. И... Кандидатуры было много. Или что. В общем... Через пару месяцев мы договорились на первое собеседование. И вот тут я почувствовал большую проблему со своим английским. Потому что... Собеседование было на английском. И как бы... Я не очень хорошо его знал. И знаю сейчас. И... И реально очень сложно. И... В общем... Чтобы переезжать куда-то, надо учить английский. Я так посмотрел на частное собеседование, которое у нас проходит. Ребята. То есть это один из важных и важнейших показателей знания английского языка. Мешает тебе как-то это общаться? Ну... Знания. Очень мешает. Потому что меня еще назначили ледом. И мне надо объяснять на моем английском. То есть иногда получается реально затруднительно. И некрасиво. Ну... Как бы... Ребята понимают и... И бьют меня за это. Вот. Точно нет. Кто тебя бить будет? Ну... Тем более германия, в связи, все хорошие. Да. Занимаешься муай тай в 8 лет. Кто тебя будет бить вообще? Ну... 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 В общем... Я тебе, кстати, нарисовал. Я тебе... Да. Сейчас посмотрю. В ВКонтакте или в Скайпе? В Скайпе. Так. Сейчас. Секунду. Фидбэк от Максона. О, да. Ну, вот что я имел в виду. Ну... Наверное, ты все правильно говоришь. Конечно. Несомненно. Ты все-таки 2D-шник там. Акцептер. Периодически еще используют клей-полиш. Когда я пытаюсь сделать там hard-service. То есть что-то скучно-скучно. Потом смотрю, в форму там плаваю. Нажимаю эту кнопку. Клей-полиш. Потом опять что-то здесь нарабатываю. Вот. Еще, на самом деле, не люблю работать с одним участком. Всегда стараюсь работать по всем участкам. То есть там поработал, здесь поработал. Какие ты программы вообще используешь? Ну, то есть там пользовался ли Substance, Quixel, и на работе чем пользуешься? На работе. На работе у нас Тайпань. Из-за того, что играть в стиле. У нас пушится стиль лежа флежа для игры. То есть хатплейн текстуры. Байклайн такой, что модели зебраша. Потом развертка. Детей удобно. Я использую 3D Max в связке с зебрашом. Я очень люблю, как зебраш делает felt mapping. Я слышал, что сейчас последний Max хорошо делает felt mapping. Потому что раньше он делал, по-моему, просто отвратительно. Релакс и все это. Потому что, когда ты делаешь Max relax, я не знаю, как это возможно, но там постоянно у тебя участки развертки заезжают друг на друга. То есть это реально мешает. Не люблю. То есть я сделал bridge с... Оп. А, подожди немного. Кто там чай пьет? Может микрофон выключишь хотя бы? Я не передаю чувак. Продолжай, пожалуйста. Продолжай, пожалуйста. Ну там все рвует кто-то сильно. Продолжай, пожалуйста. Ну, в общем, использую 3D Max в связке с зебрашом. Потому что в 3D Max я нарезаю объект на различные shelly. UV-ку в смысле нарезаю на shelly. После этого использую гаузи. Через гаузи отправляю в 3D Max. В ZBrush я использую UV Master. И вот здесь кнопка Unwrap. Только ставлю предварительную галочку Use Existing UV Sims. Unwrap. И получаю уже хорошо за релакшенную развертку. Подогнаны еще, причем по разному. То есть разные участки, они очень хорошо поменяются по размеру. Далее обратно в GoZ в 3D Max. И в 3D Max уже пособираю. Собираю эти развертки в кучу. Вот. Сейчас. По поводу глаз. По поводу английского. Английский на самом деле очень важно. Потому что все митинги, все происходит на облеск. И практически всегда. То есть на это прям смотрят люди, когда проходят собеседование, чтобы у человека было хорошее знание английского. То есть то, что меня взяли без знания английского, просто повезло. если хочется куда-то переехать, это реально надо учить. Может ты какие-то ивенты посещаешь? Ивенты в последний раз был на CG ивенте. Мне кажется, ивенты это больше не опыт, а больше общение. Какая-то тусовка интересная. Хотя, не знаю, может быть и опыт. Опыт, мне кажется, ты получишь не меньше и просто посетев там недельку в интернете. А там скорее каких-то себе найдешь друзей, знакомых. Вот. Какой-то, может быть, как это называется-то, связи. Ну, да, в основном ивенты для того, чтобы с кем-то познакомиться. И вот, ну, может ты знакомился с кем-то? Что тебе там в дальнейшем очень сильно помогло? Так, вот это интересный вопрос. Я даже никогда не думал об этом. На самом деле я знакомился с ребятами, которые, может быть, мне потом помогали как-то с фидбэком. Но никогда не было такого, чтобы я находил там себе как-то работу через них. То есть, по большей части это было просто общение дружественное. Ну, хотя я как бы не отрицаю того, что можно потом было с этими людьми, допустим, и поработать вместе. Просто, может быть, мне и предлагали, но не сложилось. То есть, там, другой город или еще что-то. Вот. Так. Сейчас. Спрашивают еще про работу HR-ов. То есть, помогали тебе с переездом. Да, HR-ы у нас GoodGames. Очень хорошие HR-ы. Они помогают с переездом, помогают денежно-материально еще. То есть, помогают с поиском квартиры. То есть, буквально с тобой за ручку ходят, когда ты сюда приезжаешь, то есть, я не бросаю. Продлить визу. Все, 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 все. Все с тобой ходят. То есть, реально много работы и они реально ее выполняют. Да. Так что, когда пишут, что помощь в Relocation, это очень важно. Потому что, если, не знаю, мне не помогали, я не знаю, что бы я делал. Потому что, немецкого я не знаю, с английским плохо. Я думаю, я бы не выезжал. Так, все, хотел. Хотел зазаримашить. Алло. Да, спрашивают еще… По какой визе переехал, то есть, BlueCard или что-то еще? Переехал я по визе… Не, не BlueCard. Тут был небольшой минус в том, что мой институт 20 лет назад назывался… Вернее, не мой институт, а моя профессия 20 лет назад в моем институте называлась по-другому. То есть, моя кафедра. И чтобы получить BlueCard, твое образование должно соответствовать германскому образованию. На сайте Германии можно найти перечень институтов и профессий в этих институтах, которые проходят по BlueCard. То есть, что такое BlueCard? Если у тебя есть образование… В кафедре Болонского процесса? Наверное. Ну, это Болонский процесс называется, да. А, вот… Да, если оно проходит по критериям Германии, то есть, твое образование, то ты получаешь BlueCard, и ты можешь приехать с женой, с семьей, и никаких проблем у тебя нет, чтобы перевезти с собой семью. И если ты приезжаешь по рабочий визит, то тут становится все немножко сложнее. Твоим родственникам нужно сдавать немецкий на уровень B… Ой, A1. Это самый простейший немецкий. Там буквально… Я так понял… Тебя спрашивают, как дела там, что ты ел? То есть, не знаю, чтобы нам еще не заблудиться. То есть, самое простое. Вот. И… Мой институт 20 лет назывался по-другому, в смысле кафедры. И название профессии, как… Моей профессии, которая проходит по критериям германского сайта, она была по-другому названа, моя кафедра. И сейчас это название совпадает, и мне пришлось сделать рабочую визуаль, а не BlueCard. То есть, вот такой вот минус. И следил мой институт за тем, чтобы обновить этот момент. Так. Сейчас сделал за ремешинг, просто запрожекчет. Дай нам меш. Спрашивают, как вообще в Германии жить? То есть, там, посещаешь какие-то культурные мероприятия? Октоберфест, еще что-нибудь? Октоберфест. А, да, кстати, скоро будет. Еще не посещал, но в целом, по поводу всяких тусовок. Тут миллион восемьсот населения в Гамбурге, но есть центр, он называется Репербан. И на этом Репербане там какой-то просто... Я никогда в жизни только видел, там целый район, где проходят эти тусовки. Тут... И плюс еще есть в Сент-Пауле. Там какая-то знаменитая улица, типа, где стриптиз, проститутки. Все в этом духе. То есть, такой уголок в Голландии. Причем туда не пускают женщин, только для мужчин. Проституция легальная. Блин, от Октоберфеста я ушел к проституции легально. Ну, в общем... По поводу тусовок и вечеринок, и каких-то... Вавлан был как отдыхает. Да. А по поводу и вечеринок, то тут... Реально. Настолько как бы это раз на уровень выше, чем в том же Питере, где я был. Хотя, опять же, населения не так много, а вечеринок очень много. Вот. Как отдыхаю... Ну, с друзьями, вот, после работы периодически... Ну, мы запомнили. Гуляем. Да, ну так... Заремешел я еще повышен. Так. Народ на улицах очень спортивный. Постоянно кто-то бегает на велосипедах ездит. То есть... Тоже... Что-то бросается по глазам. Допустим, буду считать, что... Хочу попробовать сделать какие-то детали на... На зомби. Как хорошо... Как хорошо начать делать детали. То есть, если вы не знаете там... Каких там, не знаю, пупырыжек, вен на нем добавить, еще чего-то такого... И начать там вручную вот так вот вырисовывать... Порой это получается не самый лучший вариант из того, что... Ты все равно сознательно делаешь довольно декоративную фигню. То есть, она получается очень выученная и ручная. То, что там... Периодически очень хороший момент это взять... Включить... Я использую дисплейс. Использовать... Я вот использую, допустим, сейчас вот такую альфу. И нанести альфу. Но это альфа не для того, чтобы сделать детали. На этом... На этом уровне. То есть, тут еще до деталей как бы... Таких рамбранов как-то фактурных. Это просто для того, чтобы... Появилась какая-то... Какой-то шум на вашей модели. И внутри этого шума начинает проще искать какие-то линии. То есть, просто какой-то шум создается... То есть, ты не используешь никакие фотографии? Использую, но уже потом, в конце... То есть, вот это это просто, чтобы создать какой-то шум. То есть, я уже вижу, как вот шла линия этого шума. И когда буду сейчас скульптить... Допустим, еще ставлю клейбилдом, круглую альфу, более мягкую. И я уже начинаю, то есть, уже... Мне проще уже относительно этого шума работать. То есть, внутри него искать какие-то формы. То есть, опять же, я сейчас из-за червяков, но с шумом их создавать легче. Ну, это как рисунок на светском ковре, да? Да. Не знаю, что это такое, но я думаю, что да. Тут вот уже в чате все конкретно настроились на переезд в Германию. И спрашивают поводу немецкой медицины. Медицина? То есть... У меня вот... Ну, как там, таблетки и все такое. Ну, вот... Пол твой зарплат на самом деле уходит, я не знаю на что, на какие-то налоги. И часть из них уходит на медицину. То есть, я получаю зарплату, из них уходит 60, по-моему... Ой, 40% на налоги. Часть из них уходит на страховку. По этой страховке я могу, так же, как у нас в России, в принципе, сходить там к врачу. Но, я не знаю, в России, может, тоже так как-то страховки работают. Я просто с другими страховками сталкивался на работе. То есть, ты идешь к врачу, он выписывает тебе рецепт, ты идешь с этим рецептом в аптеку, и некоторые лекарства выдают по этой рецептуре. То есть, иногда тебе даже не приходится покупать какие-то лекарства, тебе просто их выдают. Но как выдают? Ты платишь зарплаты со своей налоги, из которых потом получаешь что-то. По поводу цены на лекарства. Я думаю, что примерно столько же, потому что здесь, опять же, вот эта известная ферма, Bayer, которая в России очень много, я думаю, поставляет какой-то продукции, уникаментов. Вот. Цена, я думаю, примерно. Цены примерно те же самые. Может, даже и дешевле, потому что без экспорта. Ну, то есть, если что, тебя там полечат за бесплатно? Да, то есть, если что, я уже с таким столкнулся, да, лечат реально за бесплатно. Качество насколько отличается от российского? Качество медицины. Ну, я вот не сталкивался с таким, что вот что-то прям такое открытое, то есть там буквально приболел немножко, простудился. Вот. И все. Ну, то есть, я не могу сейчас сказать по поводу качества, но, да, я знаю, там многие говорят о каком-то не знаю. Ну, немного, как сказать. Есть плохие, конечно, слухи о российской медицине, но я не сталкивался в таком уровне с медициной в России или в Германии, поэтому мне сложно сказать. Так, и вот еще момент, когда скульптишь каких-то вот там червяков, мясо, фарш какой-то, классно делать еще. Сейчас скажу, если используем кисть дисплейс, можно использовать, допустим, вот такую вот альфу и через дотсы. То есть, зачем, чтобы тоже найти какой-то такой фарш. фарш, не ручной работы фарш, а именно за счет механической кисти, то есть помогает избавиться от картина чего-то. Ну, и как бы... Вот хороший вопрос, что происходит, если ты не успеваешь перс создать вовремя, то есть в сроки уложиться? Ну, опять же, тут не фриланс, в котором тебя... И ты на фрилансе очень важный, прям, очень важный. Есть договор, по которому компания обязуется, там, выдавать, там, в какие-то сроки столько тарта, и если ты успеваешь, там, ну, это прям, прям, очень плохо. Здесь же будут смотреть, проводить, как бы, не то, чтобы исследование, но будут пытаться найти решение вопроса. Тут ругать не будут. Тут могут поругать, наверное, я тоже этого не виделся. Тут всегда пытаются найти решение. Тут ко всему пытаются устроить какое-то собрание, решить, что можем изменить, чтобы начать успевать. То есть, постоянно какой-то диалог. Вот. То есть, очень, очень сложно сказать, что здесь способно, потому что я не сталкивался с таким, что эти сроки были, допустим, не соблюдены. Да, там, в компаниях, аутсерсов, ты не можешь, как бы, со сроками накросячить, там, потому что, ну, все, ты считаешь, со сроками, ты обещал, ну, не том, что обещал, ты подписался под эти сроки, ты еще порой сам вставляешь. Приходится выходить в выходные и вечером задерживаться после работы, что неприкольно. То есть, а здесь начинают, как бы, менеджер искать, что, почему. В общем, ищут решение. Может, нанять на больше людей, что успевали. Может быть, там, не знаю, тутер искачать, может пригласить кого-то, кто там пройдет тренинги какие-то. То есть, в другом ключе получается построена работа. Ну, не ругают и не лишают зарплаты. Не, вот такого я не замечал, что ругали и лишили зарплату. Тебя просто спрашивают, и тебе надо что-то ответить. Никто не будет на тебя кричать, но ты в настоящий день просто будешь стоять на митинге и говорить, что, ну, ты не сделал опять. Ну, как бы, это самому неприкольно стоять перед всеми и говорить, что, ну, как бы, вы же команду, вы все работаете, стараетесь. Если ты реально не успел, потому что были выставлены неправильные сроки или модель была более сложная, чем это требовалось от модели в данные сроки. Ну, тогда будут пересматривать или сроки, или еще что-то, может быть, какой-то, может, ну, вот, смотри, может быть, это неправильно работает, там, твой лид. Его не ругать, а опять же тоже смотреть, как ему лучше сделать так, чтобы команда его успевала, то есть можно больше ходить, общаться с людьми и помогать. Тут все время пытаются найти решение проблемы, а не просто найти виновного. Может быть, это только в компании GoodGames, я не знаю, то есть я не работал во всех компаниях, но вот что я вижу, по отличия, главное, от российских компаний, которые работал, этот подход такой, что пытаются найти решение. Еще вот иногда используем дисплей, ставлю кисть, на кисть, на альфу, кружочек, то есть, если, кажется, заклинит, там, не знаю, вены или еще что-то, стандартная кисть работает немножко по-другому. Ну, у нее другой, получается, край между скульптом и основной геометрией. А здесь она, получается, плавно вырастает из твоей геометрии. А вот из, ну, проектов, на которых ты работал, какие тебе понравились? Самый, наверное, любимый проект, наверное, даже Monster Hunter, на котором на мобиле, в проекте поработал и, да, я изменил прям свое представление мобильных проектов. Самый интересный проект. Поскольку можно было... Какие-то кричи... И без таба, что самое главное, и не вотсерс. Сейчас у меня он был... Monster Hunter, самый интересный проект. То есть, если вам выбрать мобильный проект, ну, не вводить прям токсином, то есть, реально можно получить иногда больше опыта, чем на каком-то, триплей. Вот, поскольку... То есть, сначала надо посмотреть, что они там делают, и посмотреть, может быть, концепт, посмотреть на уровень от директора. Тоже очень важный момент, что... Если... Если человек, который стоит выше вас, то есть, от директора, то есть, он имеет хороший, прокачанный там какой-то уровень рисунка концептов, то реально, почему бы нет, можно у него еще... Получиться даже концептом. То есть, ты идешь с ним, рассматриваешь, общаешься, ты впитываешь то, что он вот как-то нарисует, анализируешь, это скульптишь каждый раз. Потом в своих работах тоже, на самом деле, тоже появляется все это. Вот. И, да, и постоянно надо смотреть с такой дистанцией, то есть, все это мясо, которое вы скульптите, чтобы оно не свалилось в кашу. Что-то вот здесь свалилось, можно там добавить потолще линии. А вот ты считаешь, для начала работы лучше работать над какими-то мобильными проектами или над ААА? Смотря что, что первым мобильным проектам нужно, то есть, если моделить, потому что очень часто на триплеях ты делаешь костюмы или поставок персонажей. То есть, вот, по мне, так гораздо интереснее, я не знаю, что значит важно, то есть, по мне гораздо интереснее делать... Без табора, ты просто садишься, вот у тебя есть концепт, садишься и по ним скульптишь, и, там, то есть, по плане, не важно, хендпейнт это или PBR, или что-то еще, но... Вот в плане скульптинга, чтобы ты мог от и до скульптить персонажа без каких-то скелетных групп, которые тебе только мешают. Чем больше свободы у тебя, тем лучше. Я думаю, так. Что должен уметь джинниор моделлер? Джинниор моделлер, я думаю... А Петер, блин, на самом проекте, но вот у нас учитель моделлера сидят, ну, практически ничего на самом деле. Иметь талант, наверное, какой-то предрасположенность, понимание, то есть, наверное, хороший уровень работ за короткий срок. То есть, если он, там, всего год делал, и у него, там, да, уровень работ уже хороший, то есть, ну... Если, если просто приходит человек, который там уже пять лет работал, у него работает, там, не знаю, кого-то, человек всего год работал, то тут возникает вопрос, что у него очень сложно с обучением, а джинниор артист должен когда-то переносать уже в среднего художника или там в регулярный, или в синьер артист. То есть, потенциал, чтобы был виден, вот там, что важно. То есть, чтобы глаза светились. И работать тоже, чтобы было, можно было разглядеть, вот, хороший потенциал, хорошее будущее в его работах. То есть, что человек, что вы знаете, еще не такой человек был, который через месяц уже, через два ему стало скучно, и он уже не модель, это он уже так приходит на работу, что только на работу. То есть, тоже такой сложный момент. Очень-очень у многих пропадает вот это вот желание, что-то постоянно развиваться, что-то постоянно делать, а просто как, типа, это работа. Это, на самом деле, минус, потому что человек, в этот момент, мне кажется, перестает расти. Может быть, он не перестает расти, но он перестает быстро расти, он не перестает, он становится уже таким. Я выполнил свою работу и пошел домой. Работа, вроде как, на хорошем, качественном уровне. Вот у джуниора не должно быть такого точно. Джуниор должен быть как раз такой, чтобы до сеньора дорастет, а потом уже, может быть, станет скучным. Там уже будет просто работу воспринимать. Сколько ресурсов вообще для джуниора выдвигает сама компания? Для джуниора? Это в плане времени или бюджета какого-то? Ну, времени, ресурсов, там, сколько людей? Ну, на джуниоров, в среднем, я думаю, где-то год с нас отработает джуниор. Девушка, она, по-моему, тоже год отработала, и она хочет перейти на другую позицию, но около года. Хотя, я не знаю, если ты будешь джуниором, и 10 лет, наверное, никто ничего в компании не скажет, чтобы уж так же просто работать и получать маленькую зарплату, ну, и все. Аж чтобы перерасти, чтобы стать важным и нужным. Ну, год, да, год, этот срок. Вот, Колин, ты здесь? Да, 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 здесь. Колян буквально пришел в компанию Plany, он был джуниором. Ну, вообще, то есть, там, не умел особо скультить, но мы разглядели в нем потенциал, и буквально через, там, полгода уже, как-то, я уже так не заскультил. Через год так теперь уже переросли. Ну, то есть, таких людей сложно найти, но если находишь, да, это очень круто. То есть, иногда даже лучше найти джуниора с потенциалом, чем старичка, которому уже на все лень. Он уже приходит на работу, и видно, что ему уже уже просто лень работать. Ему там хоть самую крутую модель дадут, он ничего не будет делать с ней. Да, там главное, чтобы было желание, чтобы там нравилось сработать, чтобы ты вообще от него балдел. И, в принципе, кач будет идти. Постоянно. А если, как бы, забивать относиться как к рутине какой-то, то скилл, мне кажется, расти не будет. Ну, в принципе, то, что ты и сказал. Так что, ну... Я и по себе замечаю, то есть, когда у меня такие бывают периоды, когда я там сижу, в доту играю, то скиллы и вправду, куда они растут. Становится обид, потом доту удаляю. Потом через время опять... Потом снова устанавливаю. Вот вопрос, ну, наверное, все-таки по поводу портфолио. Что больше ценится? Много на так себе или мало, но красиво? Много на так себе. Ну, я думаю, что все же мало, но красиво. Но опять вот такой сложный момент, что... Лучше всего ценится то портфолио, которое идеально подходит под проект, на котором ты работаешь. То есть, мы сейчас делаем хэмпэйн текстуры, и нам вообще нет смысла брать человека, у которого будет... У нас просто вот я смотрел, там присылают по портфолио людей, а у них просто идеально какое-то знание анатомии, и там они делают реалистичность суперкрутых персонажей. Даем тест ему, и у Охэмпэйнт выглядит настолько ужасно, вообще не понимаешь, то есть, ну, как чувак вроде настолько классно реалистичных персонажей делать и шейдер, и все. Ну, то есть, практика показывает, что именно под проект нужно набирать в первую очередь. На аутсорсе немножко по-другому работает. На аутсорсе, там, если это не хэмпэйн, то, в принципе, наверное, берут, чтобы научить человека там. А когда ты работаешь в компании, в которой идет разработка проекта, то скорее идет взять того, кто больше подходит. Вот, мало работ, но плохих, либо... ой, мало работ, но хорошая, либо много работ, но плохих, то опять сложный вопрос. Может быть, там нужно знать текстурирование, а у чувака одна работа очень хорошая, но она в реалистичном стиле, а хэмпэйнта нету, и с толку с него никакого у тебя не будет. А чувак, который много работает, не очень, но у него есть хэмпэйнтовый, там, несколько текстурировых, какая-то статализация, которая подходит под наш проект, он нам больше подходит. То есть, вообще, то есть, это... вопрос понятен, но он более комплексный, и тут смотрят больше под проект, то есть, что будет больше подходить. То есть, надо для себя определить... То есть, лучше иметь несколько портфолио с разными стилями? Тут даже, наверное, лучше, может быть, одно портфолио с одним стилем, но определить для себя, какую ты компанию хочешь, и под нее уже делать, может быть, и реально одну работу реалистичную, но тогда уже пытаться пойти в блёрку. Если там у тебя одна работа, но супер крутая, там, с хэмпэйнтом, то там, наверное, уже проект со стилизацией с хэмпэйнтом. То есть, нужно... То есть, если говорить о том, чтобы тебя во всех компаниях хотели взять, то тут, наверное, совсем сложно сказать, что тут должно быть реалистичное хэмпэйнт, и все на свете, и хорсофис, и машины. И так, наверное, не получится. Лучше выбрать для себя конкретный стиль, и под него уже стараться, конкретно компанию, и под нее стараться делать. Вот. Может быть, одна-две работы хороших, нужных в правильном стиле под конкретную компанию. Наверное, так. Тут такой немного странный вопрос. Слушаешь ли ты вообще музыку, если да, то какую? Я очень любил слушать какую-нибудь непопулярную музыку в питерских неизвестных групп, но сейчас переехал. И это что касается музыки, которая мне больше всего нравится. А так, в целом, все подряд. То есть, вот у меня есть плейлист ВКонтакте, и там, по-моему, вообще все написано, все, что можно. Просто то, что мне нравится. Наверное, только... Только какой-нибудь техно я слушаю в минимальном количестве, так, все подряд. Еще мне нравилась музыка, именно каких-то неизвестных групп, когда ты приходишь на концерт, и видно, что ребята не боятся экспериментировать, и совершенно нечего терять. Они делают что-то новое. Ты слушаешь, ну, да, реально клево. Или что-то свежее. Думаю, что вот в Каморге хоть тут недавно натолкнулся на такую улицу, на которой периодически проходят вечеринки, тут собирают какие-то помосты, нет, не помосты, это концертные площадки, какие-то карусели стоят, какие-то, не знаю, аттракционы, куча всего, какие-то дискотеки. И все это собирают в этот день, и тут какой-то большой щивок, на котором толпы народу, и тут разные концерты. Я попробую послужил там какой-то рок немецкий, старый рок, я так понимаю, что там стояли дедушки и бабушки, которые показывали козу. Для меня это было немножко удивительно, потому что внутри стоят бабушка с цветными волосами, колбасится на концерте. В общем, я немножко не понял, ты музыка. Она была больше похожа на ту музыку, как у нас в 90-х делали. Ладно. Шатунов? Ну, там было, я так понимаю, что это были какие-то шлягеры, которые для таких, для поколения постарше. Да, типа, что-то такое, какие-то старые известные рок-группы немецкие. Послушал, пошел. Я думаю, это очень мило выглядит бабушка в косухе, там, с козой. Да, да. Не с обычной козой, а которая показывает рукой козу. Да, это... Ну, то есть, понимаешь, что культура просто другая. То есть, культура выросших подростков, которые остались подростками, у нас все равно... Другие были подростки в то время. Другие были бабушки и девушки, они сейчас по-другому выглядят. А здесь старики, там, с серьгами стоят. Так смотришь, что со стороны, так, ну, ладно. Другая культура. Постаревшие наши подростки. Слава, а ты можешь рассказать, как бы, про свои планы, там, на такое небольшое будущее? Вот ты сейчас работаешь над стилизованным проектом, там, текстурой hand paint. Ну, тебе это нравится? И ты, получается, хочешь, как бы, в этом направлении сейчас начать качать свой скил. Правильно? Да, я хочу сейчас в этом направлении подчать. Ну, хочу больше попробовать поделать именно сейчас стилизованных персонажей в портсхоле, которые, как по типу Лиджиев Леженс или по типу... Вот последний Близзардерский мир, которые... Они мне, может быть, не так, чтобы прям очень нравятся по стилю. Они стали больше такие какие-то конфетно-приятно-мягких цветов, тонов, переходов. Но, ну, что-то в этом есть, я вот думаю. То есть, и стараться Близзардерский, все было вот такое поле как в Darksiders, и более такое прям, какое-то грубое. То есть, сейчас оно все такое мягенькое. И я вот думаю попробовать, что в таком стиле Близзарда, с новым мапом и каким-то полу-хендпейнтом, либо Лиджиев Леженс, то есть, стилизованного подделочек. Потому что, мне кажется, это и побыстрее дело, чем какие-то более комплексные, сложные, там, хайпольные модели под реализм, там, не знаю, под PBR. Для какой цели? То есть, ты, получается, хочешь как бы работать, ну, в таких вот компаниях, да, типа, там, Riot Games, да, там, типа, Близзарда, делать какую-то такую работу, вот такие вот модельки? Да, то есть, я бы, на самом деле, хотел, наверное, перейти в какую-то такую компанию, чтобы... Потому что в таких компаниях ты чаще делаешь именно персонажей, какие-то образы. Я реально не люблю делать какие-то реалистичные бронежилеты и что-то в этом духе. То есть, это реально не мое. Мне больше нравится создавать характеры. Так, сейчас, секунду. В чем ты ищешь вдохновение? Вдохновение... Наверное, в играх. В играх стараюсь очень много играть. Потому что, я считаю, что, если не дота, если играть не в дота, а в какие-то реально красивые игры, то это реально можно, это как называется... Ты впитываешь в себя больше информации, ты повышаешь свой кругозор. То есть, ты потом, когда начинаешь что-то делать, у тебя уже легче найти мысли по поводу этого. Найти идеи. Ты где-то, может быть, их копируешь, но тоже... Я думаю, если жить в каком-то каменном веке, где вообще не было никаких других рисунков, кроме наскальных, то у тебя и получались какие-то тоже наскальные рисунки. А сейчас, когда столько много информации, ты все равно копируешь ее, ты заимствуешь, ты что-то берешь и преобразуешь. Но в любом случае, это не то, что если ты видел только наскальные рисунки вокруг. И то есть, вот это повышение кругозора, постоянное впитывание таких клевых моментов, я считаю, это очень важно. В основном, не лениться и постоянно... Я не знаю, насколько он по поводу фильмов, мне кажется, просто игры как раз, если снимаешься с играми, то больше подходит. Спрашивают, ну разве в реалистичных персонажей, в персонажах ты характер никак не показываешь? Взять тот же Last of Us, там очень такие персонажи, хорошо проработанные, всю историю в них видно. Да, там... Ну, вообще, да, там все так оно и есть. Но я немножко не знал другое, когда вот как... Сейчас я их открою... Джо Материровский персонаж, да, то есть или... То есть, мне нравится, вот сейчас, наверное, мне нравятся больше вот такие стилизованные где-то характеры, то есть, где еще более вот утрированно. В Last of Us это сделано очень грамотно, то есть там это очень грамотно подано, через какую-то полусилизацию, полуреализм. То есть... А в Darksiders это больше прям гротеск идет этих образов. И, наверное, мне сейчас нравятся... То есть, такие гротескные характеры, прям с преувеличенными формами, с какими-то большущими руками, малюсенькими бицепсами, то есть, с какими-то красивыми шейфами рогов, ушей. Вот. Думаю, что такое попробовать. То есть, ты любишь гиперполизировать все? Ну, хочу, наверное, в том, что люблю, но хочу попробовать. Хочу попробовать научиться это делать грамотно. И мне нравятся игры, в которых это сделано грамотно. Мне нравятся Джо Матурьера и стиль игр типа Dota, Legend of Legends, Warcraft, Blizzard, последних игр. Ты не последний. То есть, такой стиль мне симпатизирует. Мне хотелось бы, наверное, вот в этом стиле. То есть, потому что я, на самом деле, как-то не особо определился, что хочу. И мои персонажи очень часто как полутон, полуреалистичные, полуреалистичные. То есть, надо было идти, наверное, в такой, если делаю реалистично, надо было стараться какие-то компании, тип, которые, может, в синематике в играм делают или еще. Потому что все равно таких друидов там делал, там, игровая модель Гайверов, а работаю в игровой индустрии. Здесь как-то проекты как-то на всплыме. То, что я делаю кричи реалистично. Таких проектов, ну, крайне мало получается. Зачастую, то есть, стилизованные персонажи. То есть, хочу, если уж приходится делать стилизованные персонажи, хочу, то есть, раскачаться больше в этом направлении. Потому что, в любом случае, мне это нравится. Ну, и постоянно смотреть модельку в каком-то таком ракурсе, что подам. Со спиной сейчас беда. То есть, если нужно подарить в игровой, то есть, если у меня нет. спрашивают откуда брать стимул для того чтобы прислать на конкурсы нет чтобы как бы сам развиваться там что-то новое изучать реки то монотонные работы делать я ненавижу лоу поле делать потому что это реально скучно и каждый раз одно и то же последний раз я взял свой отпуск не знаю поле делаю с разверткой это так скучно не нравится это и где брать стимул наверно только на том чтобы желание раскачаться хотя мне каждый раз когда я начинаю делать его пуль и такие счастливые 2d что им ничего не приходится это делать вот так что я думаю я пробовал уже в прошлом году полгода прорисовался 2d по вечерам в общем не особо я раскачался но какие-то фишки для себя подчеркнул даже в 3d сказать уже делать текстуры вот те про систему наверно наверно когда ты смотришь контакт или арт-стейшн смотришь на возраст тех людей которые там делают крутые работы ты понимаешь что там они проработали не знаю не так много времени в этой индустрии очень круто и у меня начинается мне появляется стимул что я понимаю что я начинаю отставать и начинаешь пригорать пригорать удалить тут что делать это плохое слово зависть наверное не зависть а анализ такой то что то что ты уже то что ты отстаешь посмотреть на ворот 10 лет назад и ну то есть стремление просто к совершенствованию до стремление стремление не свалиться в ям до конца то есть все равно как бы из нее пытаться выкармкаться в яму прогресса какого-то нет не в яму прогресса а в яму дегресса то что вокруг люди растут и нужно тоже расти иначе ну просто создают здоровую конкуренцию да тоже пытаюсь какие-то волокна сделать такую текстурку назначил чисто дисплейсмент тоже чтобы не смотрелось слишком вручную типа я не знаю нафигачил детали и потом может чтобы работать еще можешь немножко до планах рассказать то есть сейчас хочешь раскачаться вот как бы в стилизации да в кампании и устроиться новую компанию правильно где будет вот такая стилистика в которой развиваешься да то есть как бы по каждой планах там россии у кого-то нет как бы даже намека чтобы вернуться ты хочешь куда-то послать другую страну либо в этой же ну там в германии да на новый проект ну вот сейчас работаю в кодгеймсе и делаю в принципе то что мне как раз и нужно делаю рпм качаю ну в дальнейшем можно перейти на какой-нибудь не знаю может какой-то проект мне больше пока меня устроит в этой потому что я получаю прогресс и ничто не мешает а все здесь но дальнейшем наверное смотрю именно в этом чтобы раскачаться в компейнте и раскачаться стиль может стиле как это когда эксайдерс или blizzard то есть более гипертрофированных моделей потому что мне кажется что это мне просто нравится это больше скульптить вот эти характеры все образы нравится больше скрутить ну кого эти компании брали надо иметь хорошее портфолио в этом направлении как часто ты вообще в каких-нибудь конкурсах участвуешь обычно это раз четыре шесть месяцев где-то я посчитал порой два порой три раза в год участвовал в конкурсах в этом прошлом году я участвовал только один раз до такой непродуктивный какой-то а до этого в 2014 я участвовал на комиконе на blizzard fest и и на лиджи оф легендс конкурсе в 2015 на одном в 2016 на попал на одном но планирую еще потому что на одном на двух участвует немножко конечно все равно удручает ты сидишь участвуешь на конкурсе вокруг лета но не ты самый жесткий вот был самый тяжелый когда я поехал по на пол со спортлагерем и там приходилось шесть часов потратили на тренировки людей по боксу шесть часов уходила на у меня за день уходила на моделирование на конкурс петра венхвена я сделал делу все в номере на ноутбуке и потом шесть часов у меня уходила на отдых чтобы сходить на море и 6 часов на сон и когда я приехал с работы с этого с отпуска на работу я реально почувствовал как я отдыхаю просто ходить на работу рисовать на конкурсе так легко но в целом не знаю задел работу занял 3 место было тяжело но оно того стоило а не а но да не а но не более стилизованная форма посолка что в день ты спишь среднем 6 и хочу еще сказать что очень полезно смотреть какие-то стримы может быть не этот но другие стримы на заброшу дальше я должен сказать про это заброшу отличная группа смотрите стримы реально очень полезно просто открываешь стрим смотришь там три часа посмотрел потратил до времени узнал там пару фишек и это уже круто потому что сидишь скульптишь там недели там может быть ничего не узнаешь а здесь три часа потратил пару удобных фишек подчеркнул не вся фишки очевидны то есть иногда может быть какие-то моменты из пайплайна рабочего человек делает так что я считаю что это очень полезно слова отработал сейчас мы его из подвала выпустим спрашивают советы в поиске первой работы то есть там всем абсолютно посылать свое резюме или там наоборот кому-то опять же кто тебе нравится или по стилю тебе подходит но здесь тоже такой момент что пока как было в петербурге там после какого-то количества конкурсов народ стал замечать и в компании уже стали приглашать обычно приходилось только писать компании то потом стало чуть попроще стали замечать и по поводу первой работы когда тебе еще никто не пишет и сам должен писать можно мне кажется просто всем про совсем и цепляться за я не знаю лучший за лучший из того что выберут если если дадут делать танки не знаю может просто танки на то что мне совсем не нравится делать сейчас то то делать танки все равно получишь опыт по 3d максу по текстуре группы и еще каким-то другим хотя если допустим хочешь делать на персонажи неважно то есть любую первую работу наверное стоит записываться но если будут деньги либо интерес я лично за интересы из-за максимум прокачки потому что я никогда не играл работу ради денег чтобы играл только ради интереса и прокачки спрашивают вот ты всегда говоришь там про доту то есть там где-то искать вдохновение какой у тебя ммр в доте 4200 соло групповой очень низкий у меня друзья и я с друзьями хорошо играю очень но соло 4200 но сейчас я играю как бы все равно как это после работы пришел когда был студентом постоянно играл и дошло до того что я играл по часов 12 играл на лиге сп лиги там когда еще были эти звезды типа нс играли вегаса все там различные звезды вот и так чтобы туда попасть и проходил пару месяцев попал потом дивизион 2 и так далее постоянно играть потому что там настолько круто играли что сейчас уже сейчас уже просто 4200 то есть ты мог бы стать киберспортсменом но не знаю нет нет я вспомнил почему я перестал играть вот тогда потому что на спали и когда играл вегас и все эти задроты я помню что играю с ними и в какой-то момент я понимаю что вроде игра по 12 часов 3 каждый день но нифига то есть ты смотришь на игру вегаса именно не в трансляции а как вот он играет там в этой игре я понимаю что он настолько быстро соображает в данной ситуации что я не успеваю так быстро соображать я не успеваю так быстро нажимать ноги и принимать правильные решения даже столько тратил времени и приуныл и в общем удалил свой аккаунт с сп лиги попросил забанили меня и удалил все разнулся короче да короче я дойдя от короче да вот уже такого очень неплохого уровня уже играя с хорошими игроками понял что они еще просто на несколько голов вышли там ни на одну ни на две а там реально еще на много и уже там не твое здоровье влияет а уже талант влияет уже какой-то такой момент когда ты не знаю предрасположенность может пробовал там шмот для dota делать хотя я смотрел там у меня друзья вроде сидят делают и говорят вообще кайфуют для доты дома фигачит фигачить все что сам хочет все что пожелает боссов или еще кто-то кто будет тебе говорить как что-то нужно сделать одно удовольствие мне кажется очень сложно что такой риск что делать на доту я не знаю как это надо это чтобы то есть все это принимались в магазин может не все но в общем для меня это слишком рискованно я боюсь такую систему работы как просто сидеть работать и для дота делать и не заниматься параллельно еще чем-то слова там у него на концепции есть зубы да может ему немножко зубов ставить ущербный очень без зубов приунывший так секундочку как-то надо всегда смотреть крестахов это расстояние смотреть и понимать может быть я где-то там сейчас нафигачил уже лишних дырок может быть нет ну то есть смотреть чтобы детали собирались какую-то композицию чтобы чтобы ты не превращался просто кусок мяса чтобы все равно иногда очень круто еще показывать кости под мясом то есть если ты сделаешь что-то включить и добавлять тоже какой-то естественности еще на работе допустим хочу сказать по поводу я сразу а твое рабочее место не видно слава не видно твое рабочее место не видно а я скину я просто приклеил с наиболее как бы важной картинки и то есть мне еще на столе просто лежит эта книга реально очень удобно себе сделать мне на самом деле там куча какой-то ерунды приклеить inspiration картинок но в целом очень классно когда у тебя с анатомии фоскультуры распечатаны работы то есть ты мне тоже сейчас на столе лежит периодически просто посмотрел то есть не надо куда-то ссылки открывать еще что-то искать поприклеил монитору картинок поприклеил так лежат работы то есть удобно там сейчас уже два часа лет стрим через 25 минут я думаю можно попробовать по поводу ланша чтобы люди скинули то есть такая тема была что хотели устроить если кто-то хочет получить какой-то фидбэк могу попробовать если кому-то интересно то есть чтобы скидывали свои работы по ссылки по группе зебраж зебаттл зебаттл скидывали ссылочки подсылочкой последней работы попробуем посмотрим может быть это надо уже на скидывал да ну то через двадцать пять минут первично так спрашивает на каком ты сейчас планшете работаешь сейчас работаю на вакууме на раньше он взялся intus pro 4 по-моему теперь он называется называется название поменяли нет раньше он взялся просто intus когда они еще были без про сейчас называется про 4 в общем такой черный с кнопочками с подсветочкой такой где-то всякие команды можно означать и написано что за команда но эту планшету уже по моему лет шесть работает отлично никогда не подводил на работе стоит синтик и честно говоря я сейчас работаю на синтике на работе и это гораздо удобнее чем работать на обычной планшете при том что серьезно серьезно при том что когда я первый раз попробовал синтик это было в сиже ивенте чем раньше хорошей ивенте можно попробовать всякие синтики или какие-то продукции какой-то я попробовал синтик и подумал что блин ничего удобного в этом не вижу а маленький синтик это вообще ужас потому что в маленьком синтике ты ничего не видишь из-за того что он маленький я работал на маленьком синтике я смотрел на монитор который был к нему под ключ то есть я работал грубо говоря как на обычной планшете а вот большой синтик это реально удобно когда на сиже ивенте был мне показалось что рука у меня очень сильно встает то есть как в реале как в жилописи или в рисунке как с Сэйсом Вальбергом ты рисуешь периодически у тебя просто затекает твоя рука расстает но ты ее периодически спряхаешь и вот этот момент как бы я его прям уже забыл а тут он снова появился на синтике и мне казалось что это не очень удобно но сейчас на работе как-то может по-другому просто сижу и что и устроено рабочее пространство что локти может на столе лежат я вот не знаю до конца что изменилось но то есть такой проблем не испытываю и по первому мне казалось что тоже и чё что у меня этот синтик все равно странно но сейчас я понимаю что допустим если ты пытаешься провести длинную ровную линию ты реально проводишь более ровной линии из-за того что если твой планшет не соответствует размеру монитора то любая твоя линия которую ты провел на планшет длиной в один сантиметр она кажется длиной в два сантиметра на мониторе и все твои искривления которые были высотой в миллиметр они окажутся у тебя на мониторе в два миллиметра на синтике ты как ты провел рукой так то есть такую линию ты получил то есть это первое А второе, разрешение больше, там реальное разрешение больше, он здоровый, там уже даже не Full HD, а там, хотя сейчас 4D появится разрешение монитора, у меня это просто, я сейчас сравниваю со своим, которым просто Full HD. Короче, если есть бабки, я советую раскошелиться на синтик. Да, я советую, он очень, наверное, неудобный, если его собираешься куда-то перевозить, но, про это дублирование уже говорили в прошлом стриме, просто с контролом, сделаешь транспорс с контролом за среднюю точку и можно дублировать, если это девайд объекта. Да, я советую раскошелиться, но если придется кто-то переезжать, то это будет жутко неудобно, его перетаскивать, поэтому только тем, кто все ужасно, не знаю, не хочет никуда приезжать и потом в Марокко уменьшить. Ну, ай-чары помогут, если что. Ну, ай-чары, ну, с этим прят, все же. Погоди, а это у тебя только, у тебя как у Лида синтик стоит, или там у вас у всех синтики стоят? У нас было два синтика, два синтика было на отдел, у остальных обычных планшетов, и так получилось, что девочка, которая уходила, концептер, ну, планшет оставался, и я просто первый надел эти тапочки. Ну, понятно. То есть, как вы знаете, мне кажется, это просто такая немножко русская манера посуетиться чуть-чуть пораньше. Возможно, что она из-за тебя ушла? Ну, это мало чего из истории. Она просто хотела, что-то, по-моему, на фрилансе работать, или что-то такое, или подустала уже. Опять же, все это деление, то есть, я сейчас не прихожу по фактуре, но это делаются в средней все формы. Очень хорошо на таком расстоянии смотреть, чтобы светотени и глубина светотени складывались в гармоничную композицию, вот на таком виде, в таком расстоянии. Ну, здесь какой-то замес, непонятно, здесь надо еще что-то думать со спиной. Вот здесь уже что-то ближе, хотя переход этот сейчас просто дурацкий, между вот этими мышцами и ключицей что-то тоже надо придумывать. Все это очень важно, средняя форма это очень важно, то есть, когда я как раз смотрел этого зомби, который был на стриме, который на превью стрима, вот на нем как раз я врубился, потому что это был очень сложный, делал бычу всяких мышц, и я думал, чтобы это складывалось в какую-то гармоничную композицию, и она сначала не выходила, и я несколько дней там просто лепил, и думал, что такое-то, как-то, чтобы собралось. Секрет просто в том, чтобы с такого вида все это смотреть и делать, я не знаю, под какую-то модельку, под какую-то доту, или еще что-то. Ну, под доту прям, ну, лучше всего средняя форма отработанная, я считаю, на таких играх, как дота или лиджи флэджинг, то есть там как раз такой ракурс, что детали не нужны, и они их отбрасывают. То есть, в случае, если ты делаешь мясные какие-то работы, то надо тоже с такого полтора проза смотреть. Слушай, а то, что ты сейчас делаешь на работе, ты показать не можешь, да? Нет, сейчас то, что до выхода не могу. Слушай, а то, что ты делаешь на работе. больше всего с пайплайн к которому я работаю изложил написал буквально все пошагово писал потому что до этого тоже спрашивает я писал писал как мне казалось только самые интересные моменты и мне всегда писали комментарии типа а что почему там вот эта тема не затронута почему тут про моделинг совсем нет а почему я писал какие самые интересные комки по моделингу использую зачем все ну и в общем король друидов писал на месяца три и если нужно будет ссылки какие-то я потом скину с стрима месяца три или четыре может даже так устало вписать и это был практически как сделать еще одно друиды описал очень последовательно очень детально вот да спрашивают нужно ли референс на совсем такие жесткие потому что я смотрел как некоторые художники работали они там совсем расширенку брали для того чтобы зомби сделать и используешь ли ты это когда модель зомби портфолио нет я там использовал так противно но после нам 10 фотографий на курицу разделанную в общем уже просто смотришь на спаршное мясо и с одной стороны полезно с другой стороны ты не настолько много понимаешь что творится просто куски какие-то но в целом мне кажется главное соблюдать это понятие что у тебя осталось где-то кожа где-то мясо где-то кость то есть то есть видно что здесь кость вот здесь вот кожа мясо здесь вот кожа чтобы то есть это разделение что она чувствовалась потому что на самом деле брасильянки которые ты увидишь на фотографиях там иногда еще если она обугленная то это вообще страшно смотреть ничего не понятно то есть тут понимание анатомии не только для скульпторов но и анатомии медицинской да и и именно понимание того как сделать не сделать это декоративно потому что если ты начинаешь все вручную лепишь и как это завалирует так что смотрелось таким мясной композицией они вручную пролеплены сосисками спрашивают как побороть лень как перестать играть в доту вот для меня когда я играл по 12 часов и понял что я не стану лучшим дотером я бросил до того я не знаю хороший пример либо смотреть просто работы других чуваков я уже повторяюсь смотреть типа каких-то крутанов которые допустим работают совсем недолго у тебя быстрее я уже круче себя у меня сразу подай желание лениться чувствуешь себя комфортно просто я просто наблюдал с такими дядечками которым там допустим делали игры которые ты играл в детстве и ты думал как офигенно с нарисованных офигенная игра а потом ты встречался с ними и по прошествии там не знаю десяти лет а он уже такой уже ну как бы уже дядечка ему уже все я там дети вообще уже интересно ничего призыва и и как бы и даже его проектов не дают проекты выпускать интересно только потому что ну да ему саму это не интересно вот это меня тоже пугает чтобы 3d перестала быть хобби который интересует и начать на любом проекте получать удовольствие от того что там не вышло кольки просто хорошо я не знаю страх наверно в каком-то смысле страх остаться не заинтересован и терять интерес а бывают русские моменты как творческий упадок то есть там вообще работа не идет почему он не выходит то есть это был то есть вроде какие-то скиллы есть но не вот это скилл чтобы лепить мясо и ты думаешь ну что такое почему она не лепится и как ты боролся и все и как бы и думать что этим ты себя мотивируешь делать что-то лучше просто проводить новый анализ и снова и снова не останавливаться и понял что реально надо делать композицию на среднем форму когда делаешь это мясо получаться и почувствовал этот прирост скилу то есть какое-то новое понимание того что у меня не было допустим многие годы я все это что же такое что с ним делать почему она не лепится и либо нам слепилась а почему слепилась я даже не понял то есть фидбэк как бороться анализировать анализирует свою проблему и искать спрашивать советы те помочь надо у тебя еще больше куда-то знаю запутать не понимаешь что не так сказать совсем не понимаешь что я все же просмотр просмотр и анализ просмотр анализ то есть сравнение какое-то чтобы не отчаиваться а вот именно переставать искать то есть так найти между грани между чем тем чтоб отчаяться и расслабиться ну да я еще что-то смотрел там работы в контакте иногда ленту смотришь и натыкаешься на хорошую работу потом заходишь к автору страницу реально смотришь лицо еще детская ну вот опять же это моя отмазка конечно но мне кажется просто потому что 15 лет назад когда я начинал не было примеров таких крутых как сейчас угорелась очень много художников угорело очень много людей угорело и вот сейчас заходишь на арт-стейшн в таком в таком каком-то направлении реально много много людей работает то есть а раньше что там было там какой-нибудь фир уродливый фирм он как бы был красив технически но если посмотреть по дизайну сейчас смотрится так круто ну то есть индустрия развивается и людям сейчас мне кажется кто позже начинает им проще потому что им уже все это разжёвано на блюдечке подается берешь после этого впитываешь стало больше тутеров тутеров да конечно нет больше тутеров и просто качество работ выросло как бы намного больше люди стараются минимально стремиться там как бы почему-то такому более-менее крутому вот и поэтому качество подрастает там даже у новичков быстро это реально вот колян пришел он за год уже скульптил лучше меня не лучше тебя в любом случае я так за год не научился когда я начал в свои 14 или даже 6 лет назад я скульптил я не скульптил как хорошо как колян то есть я не хочу сказать что это только потому что вокруг колена куча там каких-то крутых примеров может быть и ткачный талант или еще что-то но какое-то общее в общем люди стали новички в общем стали быстрее расти и лучше делать вот можно ли сказать то что моделинг это наркотик вот это хороший мне кажется хорошее название если это наркотик то это значит все правильно я вот всегда я боюсь когда понимаю что я буду утрачивать интерес к модели скульптил я прямо страшно опять пытаясь все заинтересовать просмотром крутых работ новичков но если это остается наркотиком тогда это очень это очень круто перестала мне кажется это это беда потому что таких людей я много видел которые утратили интерес превращались в дядечка который 10 лет назад делали очень круто сейчас нужно новая доза ну вот или реанимация уже и как-то так цель смотришь на таком расстоянии что ты замесил что не замесил что исправить что поправить то есть получается три таких стадий силуэт там так вот посмотрел то средней формы на такой дистанции и 3 детали то есть работаешь внутри при этой конструкции выходит и и еще три минуты вот как-то точно таким спецкульптом ну то есть там накидать буквально за 4-3 часа какой-то форму и там начать кидать следующую то есть как обучение мне кажется что это очень круто и мне это надо тоже заняться потому что нет такого спецкульпта скилла я сижу обычно по две недели делаю модельку то есть от и до и мне кажется в тот момент когда ты делаешь модельку от и до ты утрачиваешь такой момент какой-то легкости что ли чтобы легко и быстро набросать мне кажется ты работаешь по большей силуэтом среднем самым важным короче я считаю что это очень круто и мне надо этим заняться бывают такие художники с культуры замечал у которых портфолио видно что все не закончено но она реально все на 30 процентов там сделано такое круто видно что вот у человека вот он понимает дизайн и вот он может за три-четыре часа накидать и оставить дизайн а остальное то ли неинтересно то ли то ли он в принципе пытается развиваться в этом направлении чтобы искать самое важное что делать работу красивый и и и и и и и Ну, и вот я сейчас скультил, то есть я какую-то фактуру вначале нанес, но все равно практически все переработать во что-то, то есть это было как просто гайдлайни такие, да, какие-то мышцы или еще чего-то, то есть может быть я переусердствовал, но в целом, то есть я практически все сверху на скультил заново, то есть это не должно быть, этот момент не должен быть, как момент нанесения фактуры, это просто какой-то шум на поверхности, с которым вы уже начинаете скульпт, то есть немножко просто проще. Это то же самое, что когда скульптишь вначале клэйбилдапом с квадратной кистью, проще, когда у тебя появляются какие-то второстепенные линии, и ты уже относительно них видишь какие-то другие формы, как можно ее поправить, исправить, да, и смуз, вот смуз я не люблю, и даже сейчас я еще ни разу, по-моему, смуз не использую, то есть обычно использую, по-моему, почти не использую, то есть смуз начинают делать только, я не знаю, если это как какие-то персонажи, если, не знаю, лицо там реалистичного персонажа должно быть, и там просто смуза не обойдешься, чтобы он изгладить, потому что, как бы, шум от кисти, там, в том случае, не то, что нужно. Вот ты сказал, что спецкульпта это хорошо, ты, как бы, участвовал в спецкульптах от The Battle? Нет, но я хочу, я хочу начать, я раньше участвовал в спецкульптах, когда-то лет 10 назад, периодически, там, но вот в спецкульптах, вот на самом деле там и косяк, это то, что мне не хватает, и, наверное, мне это надо, скорее всего, буду участвовать. Все участвуйте в спецкульптах. В группе The Battle. Может, ну, клинч уже переходить? Да, давайте. Ну, в общем, надеюсь, что ты полезно объяснил, что понял для себя по поводу лепки мясных композиций. Так, сейчас я их открою. Секунду. ОК, Олег, первая ссылка Олег, Олег Тарков. нормально я начну с того что сильная сторона это какая-то такая очень мягкая приятная читабельность всех этих форм и переходов то есть нет ничего такого прям не пришли рукав то есть оно все какое-то мягенькое приятненькое а вот если говорить из минусов то наверное в первую очередь освещение потому что освещение очень темной и если честно не особо читается работа в таком освещении первое второе это наверное какой-то но не реалистичный какой-то какая-то крича и даже если здесь есть какие-то контрасты нужны то есть только идет она вся какой-то одной формы нога одной формы хотя может быть это идея так то есть все равно нужно эти контрасты тоже здесь даже не только руки если руки одной одной толщины ноги одной толщины тела как трубочка то есть все такое из трубочек мне кажется что надо добавить вот именно каких-то если вы даже как бы худой человек и дизайн такой слип все равно постараться какие-то может быть разные толщины между руками и ногами может быть если посмотреть полу ричардсом комиксные работы они очень выразительные выразительные как раз и за счет какой открытый спайдерман открою то есть тут постоянно идет контраст этих формах мне кажется не хватает в этой работе то есть она сейчас вся такая очень одинаковая по толщинам по объемам ну то есть ты советовал бы да я хотел бы рассказать что ты советуешь найти какой-то хороший концепт до какого-то известного художника и для новичков может быть попробовать с концепта качественно что-то сделать но это будет хороший уже дизайн мне кажется потому что в этом плане прав потому что это реально то есть надо обращать на какие-то крутые работы опять же анализ там не знаю может постараться найти какую-то художника и посмотреть и постараться понять что в нем другое за счет чего он выигрывает то есть анализ просто постоянно все правильно эти крутого художника слова ну там много человек получилось давай если когда арт-стэйшн тебе кидают там одну-две последних работы рассматривать окей так ну здесь может из приятного приятный момент это наверно может быть где-то неплохое направлением в плане цветов потому что принципе из этих цветов может собрать хорошую работу зеленый красный здесь немножко бежево то есть и принципе и даже человек старается работать с цветами они просто это сермат но смысл за макой клёв но и то что пытается комбинировать это на хорошем моменте что какой-то разнообразие цветаха из недочетов это опять же анатомия она очень здесь она очень круглые пальчики сосиски рука а вот как плечо шло она также уходит в бицепс сосиска то есть здесь вот эта вот книга которая анатомия фоскульптурс то есть она просто маст хэв ее постоянно надо читать она еще так все собрано очень классно ничего лишнего вот то есть просто изучать на этом на этой работе изучать анатомию и контраст очень яркий контраст в текстуре вот эти вот черные дыры в зеленых доспехах они прям контрастируют с ногами если это другой материал то лучше подобрать какие-то мини контрастно просто поле зелено чтобы она просто отделилась как вот в этом шейфе просто вырезанные до самой ноги отверстия а а а а и а и и и а а а а а Делал уже, наверное, около года с хреном назад, сейчас решил возвратиться к модели, довести до конца, как раз тут все качественно сделано, мне кажется, здесь только если не хватает, для этой работы только нужна композиция какая-то красивая, может быть, добавить в свет красивый, шейдеры, то есть, в принципе, это очень крутая модель, осталось только ей красиво подать, чтобы собрать лайков. Акулы не собирают лайки. Не, ну, если красиво… Ну, ладно. Это да, это прям точку, десятку. Вот тут немножко как раз перемешались мятые формы, волос, лица этого персонажа, то есть, они сейчас… Хороший момент – это то, что, в принципе, человек видно, что постарается придать какую-то интересную форму. Это не просто сосулили, сосиси. Да, тут вот видно вот это. Ну, из минусов это, что формы… нос на формах примерно весь одного размера. Да, тут немножко между лицом и полосами этим персонажем отличается, но в целом довольно схожесть. Средние формы примерно одинакового уровня. то есть, я бы посоветовал разбить, да, разбить средние формы на какой-то больший контраст, то есть, чтобы это читалось как раз на материалы. Ну, тебе, на самом деле, нравится то, что человек прям видит, пытается вот эти шеи позадать. Так, следующий… Прямо в душу смотреть. Так, это домик. Ну, тут, мне кажется, момент такой, что, допустим, эти всякие кирпичики… А, может, в 3D еще… А, вот эти все кирпичики, черепица, они смотрятся довольно… Они смотрятся как какой-то эффект в фотошопе, сделаны через эффекты в фотошопе, а сам домик больше такой сказочный и, по-хорошему, здесь мешает вот эта вот механическая работа фотошопа в текстуре. Она спорит со сказочными формами самого домика. То есть, лучше все это вручную, может поверх… То есть, использовать как гайдлайн какой-то, а поверх все это отрисовать. То есть, добавить каких-то ибличков там на краях. То есть, посмотреть хэндпэйнт, опять же, с той же Лиги Легенд, если это тем более, по-моему, хэндпэйнт… Ну, не суть, то есть, посмотреть работы из Доты, из Лиги Легенд, там, как раз, мне кажется, схожее какое-то направление со сказочными сооружениями. Вот так… Еще одна работа с Restation… Ну, все… Не знаю, мне как бы… Вот в этой работе вроде она и прикольная, но в ней чего-то не хватает, наверное… Идея прикольная, какой-то, то есть, монитор с ручками, похож на Borderlands… Не хватает, наверное, дизайна… Не хватает… Макс, помогай… Тебе с дизайном лучше… Ты тут, Макс… Да я, да… Давай, это… Следующая работа… Не, ну… Не, ну, ребят, ну, как бы… Нет, ну, мне нравится… Ну, чувак, ну, тут просто… Тут… Слишком просто… Слишком… Можно было подать это, знаешь, не под реалистику, а под, знаешь, такой шейдинг, как… Ай, как же он называется… Ну, прям вот такой… Конфетный… Типа, вот знаешь, как вот… Ну, да… Близзард стал… Нет, прям… Ну, да, 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 что-то типа… Знаешь, вот… Из него превратить, типа, как Бима в этом… Во время приключений, короче… Ну… Такой вот… Ну, надо ещё думать над композицией, потому что пока очень скучно… Да… А как бы простая… Ну, как… Что-то есть… Так, хорошо, следующая… Вот тут… Дисигна, дисигна… Мне как бы нравится… И в одновременно не нравится… Мне нравится, наверное, то, что… Мне нравится, как форма… Мне нравится… Мне нравится… Дизайн может быть дорабатывать… В чём дорабатывать… Блин… В целом работа… Есть какое-то интересное направление… Из минусов, наверное… Ну, это по концепту сделано… По концепту… Из минусов… Мне кажется… Из седьмака… Неудачная подача… То есть, освещение… Оно прям какое-то в лоб так бьёт… И не чувствуется объёма в модели, что ли… Тень просто чёрная, всё чертило, всё… То есть, мне кажется, подача не очень… И вот… Ты знаешь, здесь красный… Здесь какой-то бортовый фон… То есть, если это грамотно подать… Это можно получить другой результат с этой работы… Так… А дальше… Сейчас… О… Александр Щербин… О, ну тут… Да тут, по-моему, вообще всё круто… И… Если… Если говорить… Не… Работы очень крутые… У Александра… Я давно… Свяжу за его работами… Что на мой вкус… Сейчас попробую сказать… Может быть… Критику будет… Если… Она уместна… Чувак… Он работает в Fox 3D… Всё у него хорошо… Давай следующего… Ну… Ну… Сейчас… Секунду… Я… Я же… Может быть… Что-то полезное… Ну как тут… Не знаю… Посоветовать… Если скинули… Понятно, что всё очень круто… Вахах… Вахах… Просто… Как бы… Если даже… По уровню… Хуже кого-то… То есть… Советы… Нужно слушать… Не только от людей… Иногда… Люди… Которые… По скилу… Они дают лучшие советы… Чем… Чем… Кто-либо другой… Бывает… Серьёзно… Потому что… У них голова ещё не забита этими правилами… Они просто берут и говорят… Что они чувствуют… Что нужно изменить… И может быть… Иногда… Это реально клево… Так… Ну… А я нахер таких обычно досылаю… Блин… Сложно… Я… Я вернусь к этому чуть попозже… Мне… Сложно… Потому что я… Работа рядом… Сложно… Не успел… Ааа… Шёл Дима рабочий стайл… Прям какой-то… Да-да-да-да… Вообще прям похоже… Ну… Вот этот вот дизайн… Который здесь присутствует… Я вот заметил… Вот… Да… Стопопулярный… Прямо… Такой прям… Фреш… И цвета… Вроде такие смелые… И… Как бы… Вроде прикольно… Опять же… Мне кажется… Почему здесь всего три лайка… А не пятьдесят три… Мне кажется… Из-за того… Что подача… Вот такая… То есть подача… Хотел сделать… То ли под фотографию какую-то… Ну… Мне кажется… Если это… Занести в какую-то композицию… И улучшить освещение… То… Можно… Гораздо лучше сделать… А так… Дизайн… Норм… Какой-то смобыль… Может быть… Где-то форму… Здесь вот кривоватый… В целом… Прям напомню… Но… В целом… Может быть… Для этой работы… Как бы… Это не особо важно… То есть… Здесь… Мне кажется… Здесь вот… Три лайка… Не из-за того… Что здесь… Где-то… Может… Кривода… Что здесь… Кривода… Наскучена… А чисто… Из-за того… Что подача… Так… Так… Сейчас… Ошибка доступа… А… Секундочку… Ведьмак… Здесь… Из плюсов… Наверное… То… Что… Все довольно чистенько… Аккуратненько сделано… Прям вот эти вот… Всякие… Бордюрчики… Мешочки… Все так видно… Что… Прям… Не просто… Не намазано… Не намазюкано… Из минусов… Наверное… То… Что… Лицо… Надо учить еще… Анатонио… Все равно… Она… Все равно… Сейчас… Не анатомично… Тут… 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 Чисто… Убедительные… Убедительные… Более… Убедительные… Складки на штанах… Тоже… Они сейчас… Видно, что человек… Ну… Как бы… Хотел… Сделать… Ну… Может быть… Не получалось… Он не хотел… Наделать фарш… Скоты… И получились… Несмелые… Такие… Штучки… Много штучек… То есть… Мне кажется… Что здесь надо… Если ты делаешь вручную… Брать… Вот… Я для себя… Сейчас покажу… Я научился скультить складки… Может не научился… Но стал лучше их скультить… Когда… Купили мои сканы с друзьями… С… И на этих сканах были… Примеры одежды… То есть там… Люди были в одежде… И я просто брал… И эти сканы смотрел… Изучал… Крутил… И когда скультил… Просто брал… Копировал… Какие-то эти складки… И когда ты копируешь… В этом нет ничего такого плохого… Ты иногда… То есть не то, что иногда… Ты понимаешь… Почему оно так строится… Ты… Иногда ты… Когда не смотришь… На сканы… А смотришь только на фотографии… Ты… Начинаешь заблуждаться… И… Делать неправильные теории… Почему ты складка здесь… Вот… В этом месте… Почему она так лежит… Потому что на фотографии… Там… Разрешение… Это не в объеме… Ты можешь неправильно увидеть ее… А когда ты смотришь скан… То ты можешь покрутить… И более подробно… Неправильно… Понять… И некоторые складки… Выглядит совсем нереалистично… Но… Из-за того, что ты делаешь анализ… Ты понимаешь… Почему они могут быть в этом месте… Вот… То есть… Сканы… Одежды… Учить… Советую… И… Анатомию… Да… Так… Сотрубим здесь… И ворк… Здесь… 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 Ну… Наверное… Все такое… Немножко… Какой… Недоскульченный… Топор… Он… Сейчас… Выглядит… Как… Все равно… Это… Просто… Промазанная… Пальцем… Линия… То есть… Это… Это… Тоже… То есть… Расстояние… Какая… Не выдержана… Что ли… Скорее… Должен… 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 Направление… Как если… Пальца просто растопырит… По лицу… То… Тоже… Просто надо смотреть… Череп учить… Немножко замылено… То есть… В целом… В целом… Неплохо… Просто надо ещё практиковаться с анатомией… Анатоми фоскультерс… И… Вот это просто спецкультово смотрится… Это… Это непрезентабельно… То есть… Это… Может… Ну… В целом… Если ты это делаешь презентабельно… прорабатывать такие вещи так это работает но вот здесь наверно да мне нравится соотношение шейпов средних каких-то мелких но складки вот эти складки здесь это не портят очень много портит спать потому что человек вот здесь поле шел то ли чё и как-то здесь пинчил пинчи складки то есть очень очень опасно когда печи складки всегда себе выдает и не считал чем весь скорее всего это не круто вообще то есть я складки стараюсь не пить может быть в конце чуть-чуть это потом посмотрю что было и кажется чтобы было то лучше вот здесь как швы вот эти они тоже очень-таки спецкультовые то есть непрезентабельно смотрится потому что она только подряд не надо больше тратить времени на поле что прежде чем приступать к фактурам то есть по поводу лица не нравится что это есть такая экспрессии или как-то называть то что выражение какой-то цель наверное цель сама сейчас сильная страна твою персонажа но все равно что тогда в общем надо брать и смотреть на примеры опять же говорили уже пример только художников я думаю что этих каких-то репликонов ли кто-то чокеры какие-то таких много примеров и смотреть как они выглядят то есть что улучшить не очень сложно сказать что кроме того что анатомика на скулах совсем уехала сложно сказать что в точности можно улучшить лица ну кстати вот так вот она по средней форме она смотрится вообще прикольно то есть и видно где у тебя одежда и где то есть тело и где лицо то есть оно все прям разделяется по среднему вот с такого ракурса оно прям хорошо выглядит и единственное что не хватает не хватило скила вот здесь мне кажется по складкам анатомии по по выдачности какой-то до презентабельному уровню то есть иногда не как и скутят очень ровно драфтово но у них очень классный дизайн и они без без выдачности выходят драфтово и все в каком-то шуме выглядит круто но немножко другое в целом прикольно тоже если это хотелось хотя не хватает какой-то отработать со спеклером наверное с глазами то есть вот такие моменты как вот здесь есть то есть не хватает того что допустим в углублениях вот здесь просто такие черные прочерчено все иногда просто можно взять к лоси на себе толпать то есть сделать именно композицию не только диффузии а еще сделать текстуру спеклера разнообразные интересные то есть сочетать элементы блестящие и не блестящие то есть это тоже может даже вот в этом сером костюме может быть какие-то делают больше вот этих вот пересечения ссылки такими блестящими это сделать более блестящим и тоже тоже это хорошо играет в общем вот здесь вот мне кажется проблем в первую очередь спекуляры спекулярируем в глазнице ну и если говорить уж дальше там шею как бы ну и на стэшн вот так вот не выставишь наверно потому что в презентации кто-то может хватает тоже со светом я не знаю просто покрасившись хотя это просто скетч фаб тут на рынке претендует на красивое исключение просто красивый модель в общем спекулярируем дальше ну здесь что-то глаза косят лицом что-то или памятным сможете это лишь там это все мне кажется так ну то есть немножко рано вкладывать в этот артстейшн то есть это вести можно было дома все волосы чем-то просто плашки то есть это скрин ну как бы она и лайков не заберет или не знаю а потом я только привез мне кажется когда доделаешь удалять из портфеля то есть вроде и начало это было неплохое просто довести до ума все помятость глаза и шея здесь шея бугор на шее вылез волосы делать я даже на красивые нет потому что очень сложно с какими глазами смотреть глаза очень много влияют а здесь они на них не потрачено не уделено нужное внимание глазам взгляд как у моей бывшей просто поэтому вот это круто выглядит мне нравится это круто поэтому вот шлем прикольно увеличил опять лицо вот здесь кажется олега качать на пламя просто надо опять же анатомия фаскультерс и наверно все же правильно то это просто не даже может делать законченных работ а скульптить просто какие-то спецкульты либо какие-то незаконченные анатомичные стадики там лица руки может просто более тела скульптить потому что здесь до того чтобы закончить работу есть но еще надо прокачать анатомию она в таком понимании где что находится но не наверное есть какие-то ошибки в знании форм то есть есть мышцы эти мышцы еще форму и вот опять же у баноса в анатомии фаскультерс очень хорошо представлены очертания этих мышц то есть крайне думал как самые выступающие точки и ты по ним строится геометрия такая пробовка вот это очень важно это надо изучать хотя вроде вот здесь перед ну что мышца которая внутри находится ниже чем так просто снаружи то есть на косточку ну в общем просто анатомия вот этот персонаж мне нравится опять же по каким-то своим не знаю балансовый форм материалов ты видишь точно где у тебя персонаж где у тебя там где очки то есть но опять же тут тут просто мне кажется дизайн пластика тут надо открывать какие-то примерки пары честного кланки и просто смотреть почему персонаж схожего стиля выглядит лучше ну вот тут как раз очень классно представлена эта миска которая еще не говорил и анатомия классно мы сделаем то нет по моему видится что пузо смотрится немножко странным как будто бы с дутья просит быть оригинальным но она смотрится не оригинальным получилось а странно то есть исправить пузо и может быть придать какую-то позу этому персонажу и какой-то может быть арбур типа какого-то ставка я не знаю какие-то там я не знаю фенечки наплечники может быть может быть ему не надо просто очень много как я не знаю какие-то нет тоже но это ж не знаю тряпки еще на него повесить что-то вроде этого то есть чтобы и видно было вот эту красоту все просто руки реально очень красиво не хватает просто какой-то дизайна в плане шмоток сверху и странность позов брать и в позу поставить и свет и будет офигенно а по поводу этой работы довольно тяжело сказать но очень странно когда ты еще такой засмузенный торс проработан на лицо то есть как будто бы что-то не знаю не доделана то есть если доделать вот если рукой закрываем просто центральную часть грудь плечо смотрится плохо но если открываешь элементы она смотрится странно потому что просто не доделаю просто работать и может получится что клево этот просят просят ускориться немного потому что почему-то эфир внезапно не резиновый стал окей сейчас таня березовская блин опять вроде по форму все прикольно и мне нравится и шапочка и это то есть это очень важно сделать различные материалы различные объекты видно что где тыква где шапка все хорошо разделено и цветами работают прикольно и мне кажется не хватило за освещение а среди просто съедены чернотой какие-то в общем иногда вчера в темноту прятать окей ничего плохого в данном случае презентация посмотреть презентации опять же из подобных проектов мне очень нравится цвета то есть довести вот так это но вот здесь там от бэнтинг что я спады 3d но здесь получилось что она приклеилась объекты между собой не работают то есть освещение не работа и на все одинаково освещенное то есть что эти два персонажа просто скопированы то есть и акценты расставлены абсолютно везде и на огне и персонажей более правильно ставить себе задачу что где акцент вообще работать слава тут короче произошли изменения стрим теперь резиновый резиновый так думаю что еще супер долго там сейчас прокомментируем по поводу этого мне вообще очень нравится стилизации формы шейфы видно что человек классно чувствует я думаю что даже лучше меня блин и цвета цвета офигенный вообще вообще офигенная работа вообще из икрашка клевая мне очень нравится вот мне кажется правда почему-то бьюти шот может быть не стоит его делать таким фронтальным потому что прям как будто по симметрии картинка дублировать нет планшет то все может быть как-то немножко сделать трубку под другого положения лица или тела что-то симметрии не так бросалась в глаза просто хотя я понимаю что возможно это была идея но из этой идеи то может быть больше асимметрии надо было внести в лицо и чтобы на фронтальном виде засмотрелась более блин ну это по-моему тоже очень крутая работа и работа с светом очень клево то есть вот здесь освещение медита подкачал то есть в этой работе освещение потому что вот эти черные пятна они кажется пересекаются с фоном где-то местами они как просто дырки становятся на фоне то есть как вот здесь у нас как-то съедается в целом и плохо контраста слишком много между светлыми и темными участками внутри персонажей это знаете старые игры посмотреть компьютерные они прямо вот этим болели то есть там смотришь на текстуры они очень контрастные и порой просто непонятно что творится сейчас текстурки стали были такие мягкие приятнее это все выглядит и читается даже тебе шпинат привет передает даниилу тоже привет дай привет так здесь а я кстати видел дмитрия работу вот это помню на blizzard fest и это подумал что ну как бы чего-то вроде неплохо вот опять шейфик то есть он хотел сделать крупный повар краски повар хаммеровский но контраста не хватило танка кто-то не умеет с этим работать когда просто здорово потому что же какие-то контрасты и если ты смотри сейчас вот эти работы вот это вот мне вообще нравится опять здесь вот это мясо проскучено прикольно то есть то что надо они вообще офигенно будет там может быть не хватает для какой-то прям то чтобы крутой работе не хватает это классной позы выразительности в ракурсах какие-то я не знаю клоузап чтобы там были что-то такого то есть сейчас она выглядит вот сам сам успешно удачный ранд этот третий радик вот эти два рендера не я понимаю что это просто моделька со всех трех ракурсов вот это вот то есть если подать по-другому мне кажется можно было лучше собрать лайков или еще чего-то там тебе пока еще отправили но некоторые а хорошо так по поводу этой работы мне нравится что здесь есть разница между опять же одежды металла и анатомии это реально классно когда люди скульптуют материалы с разных подходов ты это видишь то есть контраст такой скульпте что не хватило наверно вот вот здесь смотрят в параде такие одинаковые палки пух-пух то есть они по толщине и по величине одинаковые естественно пошли одинаковые то есть когда на томе скульптишь иногда стоит во-первых не стоит делать слишком длинных каких-то бороздок стоит все равно развивать а во вторых искать у этих бороздок какую-то позицию чтобы это смотрелось никак забор не знаю какие-то различного не супер различные но различные формы блоки которые комбинируются вместе очень сложно сказать потому что такая композиция модель что-то дизайн какой-то конкретный прям японский дизайн совмещенный это похоже на японские доспехи это круто если даже не любите может быть такого стиля мне кажется что здесь не удалось этапе позой и освещение то есть поза освещений сдавать более интересных позой освещения можно было более выигрышный ракурс просто дизайна не могу ничего сказать потому что это дизайн довольно уникальный и самобытный вот материалы по поводу материалов то есть разделение на золото и на золото и на ткань всегда хорошо когда у тебя есть разделение на некоторых колесных теялов и в шейдерах и в скульте так поза и освещение мне кажется будет лучше а так и он степан генчуров ну опять неплохо может быть только стоило давай какой-то выразительности может быть пропорции может быть может сделать более было треугольным каким-то об этом плане в кассе может быть подойти на плечи и которые у него идут в ткани сделать больше может какой-то головной абордовой то здесь сейчас не хватает именно дизайна в плане костюма то есть он как бы начался и очень быстро закончился то есть когда ты делаешь какой-то дизайн ты должен понимать что должно смотреться так чтобы это было интересно а не просто там допустим кто-то другой тоже мог такое придумать то есть стараться будто бы сделать интереснее чем кого-то другого это может быть простой абсолютно простой но когда нужно использовать абсолютно какие-то супер интересные формы здесь и дизайн довольно классического платья времен я прошу прошли египта или то есть это веры в общем дизайн костюма дорабатывать такой простой персонаж но если опять может освещение это слишком простой стандартный вот тут хороший пример как раз средних форм то что реально очень классно все читается и ткани и какие-то успехи и вроде много деталей но ты все равно понимаешь где что все хорошо разбивается то есть на различный дэмэдж как раз вот и на различного стиля получается успехах и на ткани здесь какие-то вмятины здесь какие-то складки но что мне кажется может быть можно было улучшить говорить критики так сложный вопрос просто понимаете еще когда ты пытаешься что-то сказать о работе не хочется просто взять и сказать первое попавшееся хочется немножко вникнуть происходящее понять как человек думал это еще очень сложно доработаешь ли дом подходишь тебе первую очередь надо не просто подойдешь и скажешь но понять что куда как он думал зачем но целом я могу сказать по минусам это наверное складки на рукавах потому что сейчас они выглядят это немножко неестественно из-за может быть это вот здесь даже как-то запенчено то есть скорее вот что эта работа выдает какой-то от реализма от скана там мне кажется вот эти моменты в виде складок вот здесь не видно ничего потому что он далеко а вот здесь на складке эти появляются они выглядят заскульченными не совсем правильно то есть то есть то есть скорее всего здесь что-то другое здесь здесь углево щит красивый щит еще раз красивый щит вот здесь здесь много клюв складок с одной стороны не сможется художественно что не хочется даже прикапываться видно что они заскульчены вот здесь они как-то сваливаются может быть какие-то не самые лучшие складки на свете но целого не настолько гармонично выглядят вместе что и ничего не скажешь ну в общем еще одна крутая работой сложным что крик платили возможно же реалистичной складки здесь посмотрелись хуже потому что они как раз и несут вот это все интересно всю эту композицию из них вот здесь вот это более старая работа это понимаете как раз такого нет что глубина и вообще скульпт одежды и анатомии очень схожи и здесь вот он путается то есть здесь не сразу понимаешь где этот курс как где у него тело то есть она где у него здесь шорты то есть и ногами то есть вот здесь и пальцы здесь они такие просто они какие-то немножко круглые и сосиской то есть опять же в анатомии фоскультрус там очень хорошо представлена вся конструкция этих пальцев на примере простых форм по поводу бицепсов трицепсов тут тоже что-то что-то вылезло но что-то растет и бицепс другой то есть здесь надо просто брать и но я понимаю работу уже никто перейдет не будет вот если говорить про анатомию то она там здесь неправильно анатомия между телом и курткой склеивается по отношению глубины раскульченных элементов ну по цветам все очень клево может не где-то только есть какие-то такие прям перечерненные моменты пережаренные цвета перегорели как вот здесь цвета клевые но местами они сгорели оттуда вытащить опять же как в старых играх было то есть там постоянно каких-нибудь даже например то когда три взять и там тоже таки подается вам хотят мультяшные стать мультяшно спережем этот была на пластейшем 1 играющих там и стиль будет что-то такое медиево называлась и вот там текстурки сейчас сравнить с этим текстурки но вот есть какой-то такой аналогии между контрастом как вот раньше очень как раз наверно с того что еще мониторы были такие крутые все эти как раз и съедали поэтому те мониторы делают очень контрастной текстурой то есть какие-то зачернения эти пережены если убрать глупость клево в общем ставлю лайк так ч ч ч ч ч ч ч ч так здесь здесь такой момент что но здесь на по всему мне проходится по этим то есть если это скульпт скульптим складки и скульптим металл скульптим персонажа персонажа не особо видно там кожу но между металлом и складками передавать хорошенько скульпте потом вот этот момент то что по краю идет тоже понятно то есть если это ткань то что это металл или что то есть она выглядит как знаете резиновые игрушки вот есть такое ощущение то есть что-то погнулось вроде как выглядящая как то есть она все как резина то есть она все как резина потому что и вот эта резиновая игрушка которая как бы разного материала и вот этого не хватает В общем, поза динамична. Мне нравится, поза динамична. Глаза говорят, что какая-то есть какие-то интересные моменты. Но в целом из минусов надо думать больше о материалах. Когда их скульптишь, когда их текстуришь, когда делаешь шейдеры. Вот здесь исчезли все эти моменты. То есть больше пытаться передать материальности на всех стадиях. Мне кажется, здесь по дизайну немножко странный персонаж. То есть ты как-то человек, ноги как... Из приятного, наверное, приятное, неплохо сделанное. Вот эта зона лица. Есть какое-то понимание мышц, как оно на ногах строится, как оно на лице. Из минусов это то, что надо точно, определенно точно учить. Опять же, Анатолий Фоскультерс, Бамис, где вот эти обрубовки. И формы, основные формы персонажа. То есть видно все выступающие точки, обрубовку. В первую очередь. То есть даже если... Вот мне не нравится дизайн персонажа, может быть. Если там его сделать более правильно заскученным, я не знаю. Сразу какое-то другое ощущение. Хотя... То есть персонаж сам по себе, по дизайну, мне кажется, в нем не читается его основной идеей. То есть зеленый, лягушка, халк, что-то такое. То есть хорошо, когда персонажа ты смотришь и понимаешь. То есть... Ну да, это... Или, ну, или, наверное, попроще просто сделать. Или... Там плохой дегиво, или хороший дегиво, или... То есть когда читается его образ. Вот. Если это какая-то необычная крича. То есть... Не знаю, принадлежит стихии, или еще чем-то. Вот здесь вот оно. Тут немножко и в пограунду исчезли. Ну и Анатолий Пучитель. Так. Так вот, стримера на стриме заразили. Ну, вот здесь в первую очередь это опять... Надо стараться не просто колбаски делать, а вот смотреть анатомию. Прикольно, что человек пытается использовать различные цвета, комбинировать их. Из минусов то, что не хватает прям такой смелой анатомии, прям уверенной анатомии. То есть она зализанная, круглая вся. То есть когда человек... Видно, когда у него набита рука, и он постоянно делает это. Видно вот эти основные формы, то есть он прямыми оперирует. И даже если это какая-то крича, ты начинаешь все эти мутации и еще что-то. Гораздо проще тебе делать, потому что ты знаешь, в каких местах оно прикреплено кости, и не должно увеличиваться, допустим, какие-то сухожилия, и в какие места, где эта мышца может там раздуваться, раскачиваться в большей степени, потому что это по анатомии были правильные. Вот в этой работе не хватает просто, наверное, скилла какого-то с анатомии. А так мне нравится то, что человек не боится использовать цвета различные. В смысле, в принципе, их можно скомбинировать все эти цвета, которые здесь присутствуют. Немножко других может быть оттенков. Вот у ноги если взять только вот этот участок ноги, в принципе, вот это неплохо сочетается. По скульту, на самом деле, фактуры лучше вообще в самом конце начать сзади. То есть я когда там ее фактуру начинал скультить, и то, что там ее сильновато фиганул, просто для гайдлайнов. То есть это не для того, чтобы появилась эта фактура. Это вот как я скульптил гандруиды, я там делал кучу деревянных участков на нем, элементов. И то есть я положил фактуру дерева сначала, просто какой-то шум, и начал скульптить дерево уже по этой фактуре. Просто чтобы были гайдлайны этого дерева, потому что выдумывать дерево из головы было бы очень сложно все эти направления. Так. Олег. Олег. Ребята, те, кто кидает там этот уже, как бы, совесть имейте. Вот, и так много уже разобрали. Так, ну, здесь по материалам надо разбить, потому что тут сейчас разбито по цветам, но материалы не читаются. То есть, ну и композицию подать какую-то получится, потому что сейчас фотография храма на фоне, она вообще все склеилась. И оружие само очень приклеивается к фону, и оно получается читабельным. То есть, я не знаю, размыть фон, сделать его других цветов, не такой, не такой насыщенный из-за. То есть очень, очень детализированный клинок, очень детализированный фон. И вместе она склеилась в одно изображение, то есть не делится. Материалы лучше разбить, надо фон другой подобрать. Ну, и, в принципе, добавить немножко каких-то бликов еще, потому что она сейчас немножко суховато все смотрится. Вот. А так, прикольно, что какое-то смелое решение. Потому что, здесь шутки. Это человек, я знаю, это Николай. Он работает с нами. Ну, в принципе, по этой работе я уже не раз таковано говорила и давал какие-то фидбэки. В целом, мне нравится, мне очень прикольное. Что мне нравится, в первую очередь, какие-то такие сильные формы и контрасты между наплечником, бицепсом, рукой. То есть она очень читабельна для какого-то вот такого ракурса. То есть, что, наверное, мне не нравится, возможно, это где-то какие-то чересчур приконтращенные вот эти вот кристаллы внутри. Потому что вот с такого ракурса они просто дают шум. Мне кажется, лучше бы, если бы они давали единую какую-то не массу из-за льда, но смотрелись более как единый объект. И, возможно, тогда можно было бы на этот единый объект где-то с одной стороны больше дать света, с другой стороны больше дать тени. Потому что сейчас это десяток кристаллов, воткнутых в наплечник. И немножко это вот с такого ракурса, с которого подразумевалось на модели, шумит. Что мне нравится? Мне нравится в сочетании цветах между этим логовым и оранжевым, каким-то холодным. Тоже какие-то контрасты используются. Что мне нравится? Наверное, не хватает глубины в этом вольте, которые находятся вот здесь. То есть можно было еще поискать и перед этими цветами. То есть примеры по хампейнту, хорошему хампейнту. Можно посмотреть Matt B, там чувак. В смысле, прям в стиле, в стиле лиджо-фляжес. Да, там есть невероятно крутые китайцы, которые делают. Но вот мне нравится вот этот чувак. Я на него сам обращаю внимание, когда текстурю хампейнта. Потому что это то, что похоже на лиджи-флэженс по стилю. И можно здесь покрутить. Ну, то есть. Обращать на это внимание. Налет большей глубины. Возможно, где-то металл немножко грязненький получился, потому что здесь на лиджи появляются не к месту. Где-то, может быть... Ну, в целом, приколим. Сколько приколим, интересно. Так, дальше. Здесь закончились. Сейчас я все обсмотрим в пляжке. Зиброш. А, это работа? А, я, по-моему, увидел, и куда же лайк ставил. Да, смешно. Планшетные войска. Да. Сейчас. Я просто сейчас в пляжку зайду сюда. Смотрю. Тут не так много осталось. Здесь. А, то же самое. А, говорили уже. Мне Данил скинул что-то странное. Может, я не хочу открывать какая-то слуха подозрительная. Вот там какое-то видео. Вот. Он еще в группу это скидывал. Да, окей. Он попробовал. А-а-а. Ну, так это... Подожди. Это что, Данил делал, что ли? Что это? Я думаю, что это делал не Даня. Наверное, Даня шутит. Так. Сейчас, секундочку. Николай спрашивает, покометить старые работы. Вот, давайте еще одну. Закругляться. Уже целый час кометил. Кометил. Это же сделал просто. провести некий анализ наверное бросается глаза какие-то плоские то есть видно что не пытался стал передать свет еще но некоторые плоские участки такие кусок тела или волосы они нам выбиваются немножко то есть все равно если ты делаешь какой-то даже участок неплохо дать какой-то градиент может цвета больше не смотрелся таким скучным здесь смотреть то волосы видно что они нас градиентом от одного цвета к другому здесь тоже какие-то градиенты от фиолетового к какому-то чем более теплому то есть уже не такой скучный получается а здесь такие участки из которого какой-то коричневый плашка коричневая так сейчас на встрече покрутить покрутить потом не знаю или на скетчфабе или что вот иногда присутствуют такие вот сейчас скетчфабе переженные моменты в общем текстуре не стоит переживать там сумасшедшую белую сумасшедшую черную тем более если это хендбент но вы используете вот допустим какой-то динамический свет может быть на сто процентов идет флаг колор но там на восемьдесят процентов так только во двадцать процентов это я не знаю динамическое освещение что как вот в дьявола там хоть текстуре конкретно динамический свет все равно работает с моделью и как он в небольшом проценте и здесь на плече тоже коричневое пятно приклеено то есть везде хочется каких-то мягких переходов световых или цветовых добавить и не контрастить сильно то есть не делать таких вот черных таких пиксельных теней то есть ты тут то что сгорело то есть не стоит вот в целом прикольный плюс от шлема тут какие-то скорее всего более мягко надо сделать местами просто более очень контрастно просто лежат цвета лишь слишком белый черные пятна вырывающиеся из контекста то есть вот здесь смотреть все равно видишь вот это там металл это то есть видов формы более замкнутые между собой а здесь вот делать начинается наплечник волосы тела тут просто как в одно такое в одну композицию сваливается нет различий между объектами так ну в общем как-то так все наверно идею там чуть проверю а данил скинул работу данила он он просит патчет это mail какая-то этот игра майна нет наверное нет данил просто веселый очень я думаю что мы профессионалы которые получили я знаю как должно быть ну наверно закругляться спасибо слава но что на стриме побыл подписывайте вступайте все в группу зи батл по субботам у нас и скульпты по воскресеньям у нас стримы всем спасибо 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 что слушали до свидания всем пока